Дорогие друзья, здравствуйте! На телеканале «Старт» продолжается первый, уникальный, единственный в истории мирового телевидения чемпионат страны по нардам. Суперлига телеканала «Старт». Никакие новогодние праздники не в состоянии приостановить ход и развитие наших соревнований. Сегодня рядом со мной Микаэл Варданян, которого с наступающим Новым годом я его уже поздравлял. Я мог бы, наверное, сейчас поздравить его с тем, как он блестяще отыграл матч предыдущего тура. Но я, пожалуй, начну с другого. Я поздравлю его с дебютом на комментаторской позиции. Потому что в нарды-то он играет всю жизнь, а вот комментировать сегодня будет впервые. Микаэл, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько повлияет сегодня на игру соперников количество новогоднего Оливье? Здравствуйте, дорогие телезрители! Всех с Новым годом, во-первых. Спасибо за теплые слова и поздравления. Я думаю, что не должно, потому что нардисты в целом очень собранные люди. И я надеюсь, что будет очень захватывающий и интересный матч, невзирая на количество Оливье и прочего. Все, что есть. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Тогда давайте вернемся к положению игроков в турнирной таблице. Посмотрим за тем, как расположены мастера больших нард. Ну, видите, я неспроста сегодня Микаэла Варданяна пригласил на комментаторскую позицию. Он на первом месте. 27 итоговый баланс. Константин Пучков, Сергей Оленин, Ацамасар Сагов, Мгер Джагарян, Юрий Акопов, Сергей Петухов, Ярослав Гусев. Славная восьмерка. Леонид Рискин, Тимур Азизов, Сергей Ерохин и Алексей Аскурава. На ваш взгляд, что неожиданного в подобной расстановке? В расстановке не знаю, но самый неожиданный результат, безусловно, мой результат. Скромно. Из всех, да. Потому что, как вы поняли уже из предыдущих серий, что удача всегда распределяется неравномерно. То есть иногда бывают равные счеты, как 6-6, да, мы наблюдали. И иногда бывает, к сожалению, 25-2. То есть это такое неравномерное распределение удачи в нашей игре. Ну, я вам задавал вопрос, когда вы одержали победу над Аскуравой. Сколько раз вы с ним в жизни играли? И вообще, когда-нибудь было ли что-то подобное? И я помню, что вы сказали, что никогда такого не было. Однозначно. Говорят, под Новый год бывают чудеса. В целом, давайте оценим в целом качество турнира. Вот это начальные кадры вашего противостояния. Да, но вот про качество турнира все-таки. Качество турнира очень высокое. Надо понимать, что собрались сильнейшие, безусловно, одни из сильнейших игроков России. То есть все игроки выступают очень достойно. И показатели этому свидетельствуют. Мы посмотрим таблицу, и вы увидите, что уровень игры у всех достаточно-достаточно высокий. Я вам скажу так. С этими ребятами лучше не связываться в короткие нарты. Если вы хотите себе легких соперников... Сохранить квартиру. Сохранить квартиру, удачу и так далее. С этими ребятами лучше не играть. Да, конечно, бывают небольшие разницы в уровне игры, в классе игры. Но они настолько незначительны, что фактор удачи, конечно, превалирует, безусловно, над всем. Микайл, то есть это все-таки была по большей части удача? Вот ваш такой результат? Я вам открою секрет. В нашем противостоянии, кто бы не выиграл, это будет удача. Но вы анализировали встречу с Алексеем? Конечно. Все матчи, которые я играю, каждый гейм, я, безусловно, анализирую уже на протяжении последних 18 лет, наверное. Ну, что я могу сказать? Тяжелая у вас жизнь. Это тяжелая жизнь. Анализ. Но вообще я хочу сказать, что даже несмотря на то, что вот вы так с большим преимуществом вели, напряжение-то на вашем лице читалось. И это как норма, наверное, поведенческая. Вот в матчах подобного уровня таких турниров. И это как раз говорит о действительно высоком уровне игры в нашей суперлиге. Давайте мы сейчас посмотрим, что нам сегодня предстоит. Какие сегодня матчи состоятся? Константин Пучков и Юрий Окопов. Константин Пучков, который еще недавно лидировал. И Сергей Оленин, и против Сергея Петухова. Ну, давайте попробуем здесь расставить акценты. Ну, я могу сказать, что Пучков и Леонид Рискин, они два игрока, которые меня больше всех удивили на этом турнире. Я не скажу даже стабильностью, а вот прям как, я не знаю, танк они идут, и идут правильно. То есть, много ошибок, очень мало. Но Рискин пока в нижней части турнирных таблиц. Это не имеет значения. Главное, качество игры. То есть, качество игры у Рискина очень-очень высокое. Но все-таки чемпион мира, да, в свое время? Да, мне не поразило, что он должен показывать хорошее качество. Но я, честно говоря, вот как вы говорили в первых эфирах, олдскул и так далее, я думал, олдскул будет чуть-чуть похуже. Но на самом деле они полностью не оправдали. То есть, мои дети-ожидания показали гораздо лучше уровень, чем ребята, чем я ожидал. Вот, что может быть. Но на самом деле, Костя молодец, большой, большой, очень хороший результат у Константина. Да, прекрасный результат. И, конечно, я буду болеть за Юрия Акопова, потому что Константин Пучков один из ближайших преследователей. Один из претендентов, да, один из ближайших преследователей. А не боитесь, что если Акопов выиграет, он превратится в этого ближайшего преследователя? Ну, всегда я буду болеть за того, кто чуть дальше по турниру. Ну вот, Юрий Акопов. Да. Да, является ли, вот мы упомянули уже и Рискина, и Пучкова, он действительно фаворит? Я имею в виду Константина. Сложный очень вопрос. Я бы не назвал никого из них фаворитов. Вообще у нас нет откровенных фаворитов. Все играют очень ровно. Но, если мы посмотрим таблицу, то по пиару Константин в предыдущих двух турах показал пиар. То есть пиар, что это такое? Вы уже говорили. Это качество игры. Качество игры он показал лучше. Ну, я просто задаю этот вопрос, потому что мы знаем Константина Пучкова как человека очень близкого к ипподрому, к скачкам. А там фавориты без фаворитов не бывает. Да, однозначно. Поэтому давайте вот сравним показатели игроков. Сейчас мы вот этим занимаемся впервые. Мы вот это не показывали перед предыдущими матчами. Ну, вот видите, мы вам даем такую, я бы сказал, русско-четландскую расшифровку некоторых терминов. Лаг, удача, пиар, общая оценка качества игры. Ну, сравнивайте, дорогие друзья, по цифрам. И я думаю, что мы сейчас вместе с Микаэлом расшифруем это. Да, эти цифры, на самом деле, являются ключевыми для понимания силы игрока. Конечно, дистанция пока еще очень маленькая, и все может очень сильно измениться. Но как показатель вот эти цифры, они определяют, собственно, все, силу игрока. 4,61 у Константина, 6,27 у Юрия. Это общая оценка качества игры, так называемый пиар. Он на полтора деления, в принципе, где-то плюс-минус выше у Юрия. Что говорит, что у Юрия чуть больше ошибок было. А вот удача, конечно, у Константина, это 7. За 7. За 7 это очень большой показатель. То есть, с такой удачей он мог играть даже с очень гораздо худшим пиаром, и все равно он бы выигрывал, потому что удача была на его стороне. Дальше уже более мелкие детали. Хорошо. Ну и рискнете сделать прогноз? Я прогноз не буду делать, но я скажу, что Акопов, возможно, будет играть более плотно на сегодняшнем состоянии. Ну они там перед началом игры, они разминались, играют в какие-то слова. Я вот не знаю, кто там выиграл. Если там партия отложена, мне подсказывают. Так что, если бы Акопов там проиграл, то не должна граната падать в одну и ту же воронку. Ну ладно, дорогие друзья, позвольте вот эту вступительную часть считать закрытой. Вот на ваших экранах слева в зеленой майке лидера. Хотя обычно говорят желтая майка лидера. Да, сегодня Юрий Акопов в желтой, Константин Пучков в зеленой. Свет загорелся, это значит, что можно начинать. Часы заведены. Напомним вам, друзья наши, что 56 минут это время, отведенное на матч. И сколько партий будет сыграно, сказать сложно. Ну что? 5-3. 5-3. Начало неплохое, начало стандартное, зарики выпали. Да, стандартное вот такое решение. Чем ответит Акопов? Так, Акопов отвечает. 1-1. Да, очень хорошим, закрывая пятую позицию. Начинает строй спрайм. Да. Так называемая блокада. 1-1, 6-1. Ну вот если бы здесь... 6-1 довольно простое решение, да. Именно то, что надо. Побил шашку, посадил ее на барную стойку. Пока безошибочно. 5-5. Очень хороший бросок. Он решает сразу несколько проблем. Заряжает и продолжает строить блокаду. Или так называемую прайм. Будет бить? Я думаю, последний выйдет с 20-го поля. Либо спустит с 13-го на 8-е поле. Но программа, по-моему, показывает 13-8. Чуть лучше. Это опциональное, скажем так. Решил выйти. Это не считается. Это перебрасывается. 1-1. Тоже отличный бросок. Да. 24-23 надо расплитовать. То есть поставить их в разные поля. Закрывать, наверное. И 6-5. А вот так вот. Пятую точку закрыл. Да, да, да. Абсолютно правильно. Я думал, закроют шестую. То есть седьмое поле. Нет, это... Чтобы не дать... Зыграть на 6. В таких позициях всегда пятое поле, оно чуть важнее, чем седьмое поле. Их разница не так велика. Но пятое, оно... Это еще одно поле дома. И в этом, собственно, его преимущество. Я пока к этому никак не привык. Что седьмое менее важно, чем пятое. Да, что седьмое менее важно. Потому что все-таки у меня в понимании, что если приходит 6, то ты, естественно, сразу выходишь. Уходишь из чужого дома. Угу. Так, 5-2, отличный бросок. Он подбивает шашку. Так, 3-2, да, по-моему, или 2-2? 2-1. А, 2-1. 2-1. А, окей. А, нет, 2-2. А, 2-2 это очень хорошо. Да. Подбивается. И, наверное, последняя двойка я бы с 23-го поля, вот там, где две фишки дома, я бы... Ну да. Ушел бы. Не знаю, как программа показывает. Да, программа, по-моему, точно так и показывает. Да, 23-21. Угу. Все верно. Да, абсолютно верно. Вот. 1-5. На самом деле, если бы не были 2-2, позиция желтых была бы очень близка к W. То есть, этим 2-2... К удвоению? Да, да, да. К удвоению. То есть, они избежали удвоения только что. 1-5. Нормально, заряжается. Спускается на восьмое поле. 6-5. 6-5. Угу. 6-5. 6-5. 6-5. Наверное, надо с 21-го уходить на 10-й. Да, программа показывает, да, 5-10. Это правильный ход. Ну и здесь, наверное, других вариантов-то и не было. Да, скорее всего. Да, потому что на 23-м и 24-м полях там глухо. 6-3. Отличный бросок. Попал. Отличный бросок. Дальнобойный, как говорит сам Юрий. Двойка и шестерка, к сожалению, немножко кривовато. Надо либо во второе поле ставить, либо в третье. То есть, она такая не очень хорошая. Да. Более агрессивный вариант во второе. Но выбрал в третье. Я думаю, позиция близка к кубу. Я думаю, Юрий сейчас задумался над кубом. Над удвоением. И да, да. Как показывает программа. Так, а что у нас? Да, 144-151 очко. Ну, в смысле ход. Да, по гонке небольшое преимущество. Но позиционное преимущество, оно огромное. И я не знаю, учитывая позицию, тут скорее близко. Ну, что, примет? Я думаю, пасанет. Я думаю, пасанет. И я думаю, это правильно. Позиция такая, не разбившаяся особо. И три сзади фишки, они будут выскакивать из-под четырехпунктового прайма, который потенциально грозит стать пятипунктовым. То есть, пять пунктов желтые возьмут. И тогда, ой, очень тяжело будет зеленым выходить. Думает пучков. Да. Это нам все очевидно, потому что мы увидим решение. Но все-таки принял. Принял, да. Принял удвоение. Так, по-моему, это была ошибка. Да, это была ошибка. Она не смертельная, но ошибка. Четыре. Да, правильно. Единицы подвигаем. Так, два-один. Два-один надо... Надо, по-моему, двадцать третье, двадцать четвертое поле вот туда переходить. Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Да, да, да. Именно так. Все верно. Других более логичных ходов нет. Это называется продвинутый якорь. Что означает, что якорь в доме соперника, он не на дальних пунктах, якорь в две фишки. Он не на дальних пунктах, а на более ближних и легче выходить. Ну, в любом случае, по крайней мере, если приходит шестерка, то уже есть какие-то варианты выхода. Да. Пять-один, к сожалению, ничего конструктивного делать нельзя. Можно просто уйти на пятое. Опять два-один. Один-один. Да, вот так понемногу зеленые и приблизились границы. Как говорят, курочка по зернышку, да? Да, да, да. Именно так. Теперь уже позиция желтых стала чуть хуже. Спасибо за подсказку. Кто там благодарит, кого за подсказку говорит? Это он нас благодарит? Вряд ли он нас слышит. Я не думаю, что он нас благодарит, но он подсказал что-то. Так, ну, единственная хода это 24-18, да? Или с первого на седьмое? Программа безошибочная. Ой, нет, с седьмого на первое вы хотите сказать, но это хуже гораздо, потому что одна фишка остается голой. Непонятно, что с ней делать потом. Надо потратить пол хода, чтобы ее закрыть, если не весь ход. Нет, мне не нравится этот ход. Он, по-моему, второй, да, в списке, но я бы выходил прямо сейчас на 18-ое поле. То есть 24-го надо тащить, оставлять под ударом единичек и шестерок. Так вот, собственно, это единственное правильное решение, которое есть. Ну, нет, в сожалению, ошибка. Так, шесть-пять. 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 Да, есть два варианта игры. Это хороший прыжок. Да, и, собственно, моментально сыграл. Это первая линия, это абсолютно правильно. Вот и шесть-четыре. Вот это нарды, дорогие друзья. Ну, это нарды. Ну, что тут скажешь? Единственный ход, который мог эту ситуацию перевернуть с ног на голову. Вот единственный ход, вот этот вот магический шашчар шесть-четыре пришел. И опять лихой разворот судьбы. Да. За это мы и любим этот нарды. За то, что постоянно меняется диспозиция в игре. Так, ну, у Юры уже откровенно преимущество в гонке. Мы видим 112 у Юры и 139 у Константина. Это означает, что если будет бесконтактная ситуация, то есть никто никого не побьет, никто никого не зацепит. А здесь мало, по-моему, пока вот таких критических, что ли, возможностей. Вот так вот. Если действовать действительно так аккуратно, да, если какое-то чудо не произойдет, то, по-моему, контакт маловероятен. Да, да. Собственно, Юра будет стараться, Юрий будет стараться всячески избежать такого контакта, потому что он ему не выгоден. Потому что он впереди и контакт не нужен. А Константин абсолютно наоборот. То есть он будет стараться этот контакт максимизировать. Правда, в этой позиции это получится только в случае, если Юрий будет кидать очень неудачные броски. То есть при неудачных бросках. Вот та самая удача, тот самый лак. Да, вот здесь он и проявляется во всей красе. Либо есть пламбы, когда Константин кинет 6-6 или 5-5 и пытается... Пока он кидает 6-2. Да, это старается застроить дом. И, в принципе, тут делать больше нечего. Так, нервы, нервы начинают шалить. Смотрите. Да, не думаю, что это нервы. Мне кажется, очень психологически устойчив. Оба игрока психологически устойчивы очень. 98, 123. То есть... Уже 95. Уже 95. Ну, разрыв увеличивается. 5-2, наверное, первое поле. Да, первое поле. Ну, то есть дома. Да, дом. Застраиваем дом. Там очень неэффективные фишки на третьем поле. Их надо как-то вводить в укрой. И, собственно, это и происходит. 4-1. 4-1 надо терпеть. 4-1. Неприятный ход. Очень неприятный для окоповый ход. Ну, пока он ничего не будет открывать, конечно же. Он сыграет 5-1-3-2. Я думаю, это единственное решение, которое приходит на ум. Ну, так это дома. 5-1-3-2. Да, все верно. То есть развитие никакого здесь позиция не получила. А вот это интересно, по-моему. 5-5, да. И теперь Константину надо посчитать. Ну, он даже не будет считать. Наверное, он так сыграет, потому что это, в принципе, напрашивается этот ход. Ну, это почти тот самый 6-6, о котором вы говорили. Да, и гонка, разрыв гонки, он уже сократился значительно. То есть уже... Сейчас мы посмотрим. 90-96. Да, пожалуйста, 6 очков всего. Смотрите, если бы сейчас было бы наоборот, то есть Константин был бы 90, а Юрий 96, то правильным решением было бы уйти до конца, то есть на 11-ое поле. Но, так как Константин отстает на 6 пипцов, он оставляет эти две фишки на 16-ом поле, чтобы была возможность в дальнейшем какого-то контакта. Вот. Он, думаю, сейчас именно это и делает, что считает пипцы, понимает, что он отстает на 6 пипцов и, собственно, играет... На 6 ходов, в смысле. Да. Ну, на 6 ячеек, скажем так. На 6 ячеек, да. На 6 ячеек, да. Да, 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 все верно. Так. Ой-ой-ой. Вот, смотрите, он заблокировал еще дополнительным бонусом бросок чудесный просто от Юрия 4-4, который он бросил. То есть, если бы эти две фишки там не стояли, то была бы уже катастрофа и тушите свет. То есть, уже можно было бы сдаваться, на самом деле, зеленым. Потому что преимущество желтых уже было бы огромным. Так, 4-1. 4-1. Ну и один заносить, конечно. Да. Все верно. 2-2. Отличный бросок. Практически уменьшает вероятность контакта. Астантина спасает только большие. Вот они большие. Самые большие пришли. 2-1, да. Какие только возможно, да. 6-5. Собственно, план игры уже понятен. Если чудо не произойдет, Юрий заберет 2 очка. Да, и по тому, как дома у него расположены камни, у него преимущество есть даже вот по такой позиции даже. С учетом того, что там у Константина вторая ячейка не закрыта. Ну, хотя, 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 вот вы смотрите, все меняется. Так, вот и вторую ячейку свою закрыл. Но все равно все равно. О, ну это ответ. Это ответ. Это ответ. Не злите Акопова. Контрольный в голову. Да. Да. Да, к сожалению, тут даже... Но в любом случае партия... Большой куш уже не поможет. С таким хорошим напряжением. Да, это, собственно, ожидалось. Была интрига. Да. Но вот эти, конечно... Я думаю, Юрий очень заряжен на победу в этом противостоянии. Вот, поэтому я, собственно, сделал прогноз, что Юрий будет играть довольно плотно. Ну, я вот когда беседовал с ним после поражения его в первом туре, да, и он настолько был шокирован своим поражением, да, что даже признался в таких вещах, что вот когда он анализировал партию, он сам не мог понять, что он играл, как он играл и так далее. То есть, да, такой... Я не сказал, что нервный срыв у него был, но тяжело переживал, очень тяжело переживал. Да. Это проблема всех нардистов. Мы все очень тяжело переживаем проигрыши. А кто их легко переживает? Наверное, кто там. С годами, наверное, приходит. Ну, это лучше переживать. Так, а давайте посмотрим, как играют игроки. 4-1, кстати, очень нестандартная игра. О, отличное качество игры. 3,42 на 2,8, по-моему. Замечательно просто. То есть... Первый гейм отыгран на хорошем уровне. Так, афера с 4-1 сработала. Пятый пункт. Взяли зеленый. Да, была действительно такая, правильно сказали, афера. Так, это что у нас, 4-4 или... Нет, по-моему, 6-4. 6-4, да, да, да. Да, это очень легкое решение. Соответственно, подбивается фишка во втором поле. И теперь у желтых могут быть проблемы. Но пока нет. Ну, единичку нашел. Они поставили свою фишку или, как говорят, зарядились. Возродил к жизни. Возродились, да. Как Феникс. И двойка. Двойки есть две. Можно спустить с 13-го поля, либо с 24-го поля. Скорее всего, с 13-го, наверное. Но это небольшая ошибка. То есть с 13-го поля спускать небольшая ошибка, потому что невынужденная подставка под дальние броски. То есть с 24-го, с 22-го поля можно атаковать эти фишки. Ну, вот они, дальние броски. 3-2. Ой, 3-2. Это тоже очень простое решение, да. Да, вот смотрите. Сейчас зеленым. Это, по-моему, не очень хорошее решение. Да, это не очень хорошее решение. Если пробивать, то тогда пробивать уж две. Я не согласен с этим ходом. Нет, категорически нет. Потому что если... Ну, вот и компьютер дает красный цвет. Да, 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 конечно. Если уже начал... Агрессивно играть, то есть играть блицевать, ты должен до конца играть агрессивно. То есть нет такого, что ты играешь и агрессивно, и защищаешься. Надо выбрать какой-то план на игру. То есть комбинационный стиль такой... Точнее, как так сказать, не комбинационный стиль, а такой микс в игре не допускается? В тактике. Допускается, но реже. Гораздо чаще вам надо выбрать один план на игру и придерживаться этого плана. Так будет проще и легче для всех. А если выбрал план на всю жизнь? Тоже придерживаться этого плана. Играть только так. Да, тоже придерживаться этого плана. Так, 6-3. Ну, сложное решение. На самом деле программа показывает 13-10, 13-7. Но этот ход очень сложно найти. Гораздо легче найти то, что сделал только что Константин. То есть уйти из 22-го поля. Я думаю, я бы ошибся здесь, так же, как и он, потому что правильный ход тут довольно сложно найти. Окопов бьет. Да, это очевидное решение. И шестерки две. Первый спустись с 13-го, либо его же, так сказать. И они почти равнозначные, по-моему, решение. С 13-го на 7-е? Да, да, да. Они абсолютно равнозначные. Либо с 13-го на 7-е, либо с 1-го на 7-е. То есть... Нет, второй, по-моему, 22-го. Ну, 13-7. Да, да, 13-7. Ну, правильно. 6-6. 6-6 это уникально, конечно, в этой ситуации. Кинуть единственный 6-6, который ничего не могут сделать. Единственный невозможно. Это красиво. Это красиво, да. Такое случается, это несчастный случай просто. И вот уже, вот уже желтый могут что-то конструктивное сделать. Да, это правильно, абсолютно правильно. Как минимум угрозу плиться или угрозу получить Марс, они тем самым... А что вот делать с этой шестеркой? Вот только так. Она единственная. Только так, да. Она единственная, да. Ну, к сожалению. То, что 8-2 это есть, конечно, но это настолько плохая игра, что... 5-1 тоже здесь не сахарная игра. Так, 5-1. Да. Ну, дома закрыть. Раз. И единичку занести. По-моему, 5-2 было. Не-не, 5-1. А, 5-1 было. А, тогда 5-2. 5-2, да. Там просто 5-1 он бы пробил и ушел бы на первое поле. То есть был бы очевидный ход. Пробить, уйти в первое поле. А так 5-2. Ну, вот сейчас 5-1. А вот сейчас... Ну, сейчас намного хуже. Да. Сейчас надо сделать довольно сложное решение. Уйти с 13-го поля или уйти с 16-го поля. Да, это правильно. А вот это не совсем, наверное, да. Да, то есть вторую пятерку. 3-2. Но программа показывает не так уж и ужасно. Ну, так что, в принципе, это хороший ход. Да, это хороший ход. 3-2 очевидное решение. Берется четвертое поле. Нет, не хочет. Ничего другого, думаю, Юрий не придумает. Нет, это очень плохо. Да, все правильно. Так, что выпало? 6-2. 6-2. Ну, фактически идеально. Да, шестерку накрыли. Очень удобно. Да, такая сдерживающая игра с обеих сторон. То есть будут максимально держать свои шашки, ребята, пока противник не откроется, чтобы подбить его свободную фишку и тем самым препятствовать дальнейшему развитию. 3-1, да, провоцирующий ход, потому что две открытых фишки, желтых. Ну вот, подумать теперь 10 раз. Он говорит, по-моему, Юрий говорит, что я бы не знал, как играть, если бы пришло 2-2, да. Вот, 2-6, это интересно, да, но бить нельзя, да. Это очень соблазнительно, но нельзя. Надо сыграть с 13-го поля. Это немножко сложный ход. Так подзуживает, подзуживает вот такими ходами пучков. Провокация, это провокация чистой воды. Ну, а с другой стороны, ему надо рисковать, потому что у него отставание не криминальное, два очка, тем больше всего лишь на всего вторая партия. Да. На самом деле, немножко не точно Юрий сыграл, но в целом повезло, потому что Костя не кинул четверки, единицы и все, что мог кинуть. Так, 5-4, да, играем безопасно. Накрываем. 6-2. Заносить домой. С каждым ходом становится все меньше и меньше безопасных решений, да. То есть сейчас безопасные решения еще есть. То есть можно с 13-го уйти и так далее, но с каждым ходом их становится все меньше и меньше. И наступит момент, когда их просто не будет. Ну, очень, так я бы сказал, в опасной позиции находятся вот эти вот на седьмом поле две желтых фишки, две желтых шашки. Да, они... У них там сложный такой забор перед ними. Да, конечно. Они могут уйти дублем. Хорошим дублем. Пятерочным, четверочным. Даже хорочным или 2-2 сгодится. Пока есть, пока все есть. 2-1 отлично играется. 6-4, 5-4, да. Ну, или третий взять, или четвертый, да. Ну, это более очевидное решение. Так, 5-4. Ну, вот, собственно, о чем я и говорил. Что хороший ходы... Что все хорошее, когда заканчивается. Да, приходится ломать уже. Уже зеленые боятся меньше. Ну, собственно, это не самый удачный бросок. Мы сейчас увидим открытую фишку. А что делать? Ничего, просто отдать открытую фишку. Да. Единицы хорошие. Для желтых они подобьют. Единицы есть. Это точно надо бить. Дальше непонятно. Программа предлагает... Какой еще вариант? Ну, вот тот заводить на... А, пятерку, да. Другого варианта нет. На 22 поле. Абсолютно право других не было. Просто пятерка. Три и один бьется. Да. Это очень хороший обратный удар. И сейчас мы увидим куб. Если Юра не завидится, да. Да, да, да. И сейчас будет дабл. И это пас. Легкий пас. Угу. Это абсолютно правильно. То есть, если бы вы играли матчевую игру, где не было бы правила Якоби. А что такое правило Якоби? Что если куб не активен, то Марс не считается. Не считается. Тугут, давайте напомним, что это такое. Тугут это когда слишком хорошо, чтобы показать удвоение. То есть, если можно забрать два очка без удвоения, то, собственно, это надо делать. Потому что оппонент просто сдастся, и вы получите всего одну очку. А у вас, если вы не покажете дабл и сделаете Марс, будет два очка в активе. То есть, это гораздо лучше, чем одно. Идет окопов хорошие. Пять часов не пришел. Ну, тройку, наверное, спускать с тринадцатого. Ну, конечно, закрывать надо. Да. Хорошие И-4-3. Да, и... Нет. Ну, конечно. Да, берется, по-моему. Я думал, как Юрий задумался. Я думал, что ж тут особо думать-то. 2-4-20. Это просто моментально играется. И дальше думаем насчет остальных трех-четверк. Очень хороший. Камень. 4-4. Ну, думаю, надо брать пункт дома. А, нет. А, или они равнозначны. Программа показывает... Не ошибкой сыграть с тринадцатого, не ошибкой сыграть с шестого. То есть, они примерно равнозначны по ценности ходы. Большой разницы нет. Ну, и... Ну, а... Дело вкуса, на самом деле. С четвертого поля. Да, четвертого, да. А потом тремя выходить. Смотрите, два варианта. То есть, либо с 24-го на 20-е еще одну. И две с шестого поля на две. Либо второй вариант оставить... Микайл, а вот с 24-го, значит, сделать ход, а потом сразу этими же тремя дальше играть. А вот это не очень хорошо. Вот это не очень хорошо, потому что 24-е поле, оно ключевое. И, кстати, тут еще есть фактор гонки, который мы постоянно забываем. То есть, в гонке зеленые не впереди. Желтые имеют преимущество в гонке. 145 на 152. Да? Да? Да. Нет, сейчас уже зеленые впереди. Ну, еще, конечно же, тут, наверное, фактор того, что пятое поле, безусловно, оно ключевое сейчас. Смотрите, как блокируют все... 3-3. Вот эти 3-3 прекрасно блокируются. А, это зеленые. Зеленые, зеленые, да. Я не то говорю. Но если бы желтые кинули в гонке, тогда бы они были заблокированы. То есть, пятое поле они бы не смогли взять. Ну, у желтых улучшается позиция с каждым ходом. То есть, у зеленых улучшается позиция, а у желтых сейчас откроют какую-то фишку. Скорее всего, в тринадцатом поле. Да. Да, 13-7, 10-7. Ассольтно единственное решение. Да. И единицы все помогут. Ну, и 4-4 помогут зеленым изменить. Вот играем. Ну, сейчас посмотрим, что выпадет. 4-2. 4-2 выпало. Ну, второе поле, наверное. Да. Второе поле. Так. У желтых становится все хуже и хуже. Им нужна четверка. И причем нужна сейчас. Не завтра, не послезавтра. Буквально на следующем. Так. 3-1. 3-1. Ну, с 13-го, наверное, да. И второе тоже, наверное, с 13-го. Да, скорее всего. Ну, программа показывает 13-9. Одной фишкой. Но они близко, да. А четверок все нет и нет. Так. Это, по-моему, что-то очень плохое. Это 5-2. Это, по-моему, очень нескладное что-то. Да. Потому что весь прайм не дотягивает до того, чтобы как-то закрыть ячейку. Да, именно поэтому я говорил, что нужна четверка. Потому что, да, это плохой очень камень. И Юис сыграл ход тоже не очень хороший. Но, в принципе, наверное, я бы тоже ошибся. Потому что сложно найти решение, которое предлагала программа. То есть, с шестого поля пробить первое. И потом оставить еще в четвертом поле голую фишку. Так. Ну, мы видим дабл пасс. То есть, зеленые должны показать куб удвоение. И желтые уже не могут принять это. Это, думаю, Константин найдет тут дабл. Судя по его стилю игры, судя по его агрессивному стилю игры, он найдет тут куб. Да, да, он находит куб. И теперь вопрос за Юрием. Думаю, Юрий найдет пасс. То есть, я думаю, что, скорее всего, Юрий поймет, что тут вот эти, как говорят, колбасный завод, да, на шестом поле. И вот это все сложно будет очень разгрузить. Поэтому, скорее пас найдет. Ошибка на 113 принять. Это много очень. Да, какая-то позиция, я бы ее назвал, какая-то она корявая. Корявая. Да, она какая-то абсолютно, абсолютно, да. И вот разрыв вот в два хода между... каким это у нас получается, там, 19-й, не 19-й, а какой-то там... Да, да. Абсолютно отлично сыграно. Прекрасно найден дабл и прекрасно найден пасс. Тяжелый, сказал Константин, конечно. Да, 18-й, я все чужую считаю. Как плохо быть гуманитарием в таких ситуациях. Повредили. Да. Так, ну, по-моему, на самом деле, вот значение качества игры у обоих очень даже хорошее. То есть таких грубых ошибок нет. Сейчас мы посмотрим на программу, конечно, что она показывает нам в абсолютных числах. Стандартный сплит. Так, 3,62 на 5 с чем-то, да. Ну, в принципе, хорошие показатели очень. Так. Вот смотрите. Константин выбирает постоянно агрессивный вариант из нескольких вариантов. То есть если есть пассивные какие-то продолжения и агрессивные, он выбирает агрессивные продолжения. Вот сейчас, судя по всей логике игры, он должен подбить в первом поле. Но, видите, сейчас он выбрал пассивный вариант. Это небольшая, незначительная ошибка. Да, абсолютно правильно. Мы бьем. Я тоже думал, что он будет бить. Бить, да. Бить. Это было правильным ходом. 5,6 хороший, да. Зарядился. И вниз одну. 13,7. Убирать ее не надо. Все верно, сыграно. 6,4. Конструктивного мало. Можно взять второе поле. Ну, да. Вот это. Дома. Да. Правильно. Это из категории 3,1. 4,2. 5,3. 6,4. А зеленое спокойно возьмем. Пятое поле. А что там выпало у Пучкова? 5,2. И он говорит, посчитаем. Я вам объясню, почему посчитаем. Потому что если он впереди, он думает, что можно сбежать с 20-го. Вот. С 5-го пункта оппонента. Но на самом деле тут настолько важно взять свое 5-е поле, что бежать не имеет никакого смысла. Все из-за того, что там фишка на 22-м, которая потенциально блокируется. Вот этими двумя на пятом поле. Поэтому надо брать пятую. Я думаю, он найдет, конечно. 10 сзади. Молодец. Очень быстро посчитал. Именно так. 10 сзади. Ой-ой-ой. Вот это неожиданно. Ой-ой-ой. Это не знаю вообще. Да, это красным цветом показывает компьютер. Это очень нестандартное решение. Интересно, что тогда, когда надо было бить. Да, он не побил. Не побил, да. А здесь, когда уже надо было играть более спокойно, но брать пятое поле. Ну, что вы бежите? Хорошо, что вы бежите. Так. Это ухудшит немножко значение. 7-5-6-5. Да, конечно. Вот сейчас топ-пятое поле, которое он не взял. Программу предлагает взять. Наконец. Нет, не могу отказаться. Да, не могу отказаться. Говорит Константин. И абсолютно прав. И опять приходит. Отказываться не надо. Там 2-1. 4. Да, это вынужден находиться скорее. Константин находится близко к W. Я думаю, что он уже может задумываться. После этого 1-1. Пока его нет, но задумываться надо. Потому что потенциально может через ход 2 быть такая позиция, где желтый очень легко сдадутся. 6-4. Да, немножко ухудшились показания. Выходить-то не из дома чужого нельзя, наверное. Оставаясь, потому что сразу под ударом двух. Да, но проблема в том, что конструктивного мало. То есть, к сожалению, а что играть? Возникает вопрос, да? Мы не уходим, а играем. Что? И вот ответа на этот вопрос у нас нет. Поэтому да. Поэтому мы играем так. Да, четверка пробивается и тройка накрывается. Это Джокер, можно сказать. То есть, один из лучших бросков. Как вы знаете, Джокером называется один из лучших возможных бросков. 4-5. Хороший ответ. 4-5. Ходит. И я думаю, что здесь есть куб. Я думаю, что здесь можно показать куб. Да, здесь есть куб. И более того, здесь пас. Думаю, Константин найдет. Опять какая-то корявая позиция его окопа. Опять какая-то нескладная такая. Все три партии, вы заметили, почти одинаковый сценарий какой-то. Дабл пасс во всех трех случаях. Причем, такой пас существенный. То есть, там брать уже довольно поздно. Задумался Константин. Стараемся застроить свой дом. Ну, 8-6 гораздо хуже. Ну, ничего страшного. 4-1. Можно накрывать, наверное. 4-1 можно накрывать. Но, я думаю, он думает над решением пробить и убежать в третье поле, собственно. Вот в кавказских нардах это было бы невозможно, кстати. Это безобразие вообще. А вот в международных нардах, да, я понимаю. Это безобразие. Я возмущен. Вы возмущены, да, этим решением. Но это, тем не менее, может быть вполне лучшим ходом. Но нет. 20-15. Ну, вот то, что я говорил. Я положу. Да, да, да. 3-2. Так, ну, по-моему, там несколько кубов уже пропущенных. Уже не один. То есть, каждым... Вот смотрите, почему улучшается... Ухудшается качество игры. Почему оно ухудшается с каждым броском? Потому что Константин каждым броском пропускает возможность показать куб. Вот сейчас, если Юрий не зарядится, то есть не поставит или не оживит свою фишку, говорят, то это будет очень легкое решение. Но он зарядил и пробил. Это хорошо. То есть, вы не должны давать оппоненту очень легких решений. А вот когда вы не показываете куб, а потом покажете, когда уже будет очень поздно, вы, тем самым, ваш соперник сделает очень легкое решение. Вот почему это плохо. Вот уже 4 куба пропущенных. Вот еще двоечка. Двоечка, она не просто золотая, она платиновая какая-то. Да. Она пробивает. Причем, что здесь пробивалось, что здесь пробивалось. Да. Прекрасная двоечка. Нет, тут даже выбирать не надо. Очевидно, что надо стараться уйти из-под блокады зеленой. Пишет. Да, все правильно. Пишет. 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 Вот и первая незарядка. И вот сейчас, неужели не покажет даже сейчас куб? Уже 4 куба пропущенных. Вот смотрите, насколько ухудшилось качество игры у Константина из-за вот небольшой серии пропущенных кубов. То есть, каждое решение перед броском. И опять. Это дабл пасс большой, да. И опять он не показал куб. Но на самом деле это не свойственно. То есть, Константин, он агрессивный игрок. То есть, редко так бывает, что он вот так пропускает кубы в большом количестве. Тут надо обязательно закрывать четвертое поле. Это ошибка очередная. Наказание незамедлительно посоветовал в виде четверки. Так. 4-4-1. Ну, это очень хороший бросок. Отличный бросок. Просто странно, что зайки настолько благоволят. И тем не менее, продолжается игра до сих пор. То есть, на этом этапе уже давно желтые должны были сдаться и не играть в гейм. Так, а сейчас. Ну, нашел, ну, наконец. Наконец он нашел куб. Ну, да, да. И очень легкое решение для Юрия. Несмотря на... Столько фишек. Все вот на тоненького держал, держал, держал Пучков вот эту ситуацию. И мне каждый раз представлялось, что он перед тем, как там скрип в мозгах был слышен, да, когда он пропускал эти кубы. Он не пропускал, он их оттягивал, на мой взгляд. Потому что он не был до конца уверен в том, что вот ситуация такова, что надо объявлять давить. Да, да, да. Но преимущество там было большое, на самом деле. Я думаю, если бы он задумался бы на несколько секунд, он бы, скорее всего, понял бы, что там куб в детских местах причем. Я немножко сгладил, конечно, качество игры. И это очень сильно повлияет на вот этот показатель пиара, который у него был. И эти пропущенные кубы, они... Программа не прощает, знаете, жестоко наказывает за вот такие... Ну, программа программой в данной ситуации. А с другой стороны, все-таки важен итоговый результат. Да, там программа пусть... Железяка пусть думает про нас все, что угодно. Как говорят в Нартовом сообществе, Железяка денег не платит. Да, 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 да. Или так. Вот, ну, соответственно, быстрый, да. Очень быстрый. И быстрый пас, но там ситуация была блицевая. То есть, там две фишки на Барри, и Юрий потенциально мог закрыть свой пятый пункт уже. То есть, да, в принципе, я думаю, я не посмотрел, что сказал компьютер, но мне кажется, пас оправдан там. Ну, и дабл, конечно же, там был очевидный. Вот эти 4-1, они, по-моему, являются небольшой ошибкой. Он попытался пятый пункт взять. Да, но в начале игры 4-1 все-таки, ну, стандартно играется чуть-чуть по-другому. Вот 2-1, стараются взять пятый пункт. А 4-1 надо все-таки... Так, повеселее пошла у них игра, да, расслабились. Засмелись. Ну, мне кажется, когда он увидит свой пиар, он погрустнеет Костя после этого гейма. Так, это хороший бросок. Это шикарный. Отличный бросок. Из таких, из королевских. Это тоже хороший ответ. Один, потому что там троечка сейчас. Тройку поставим и единицу накроем. Наоборот надо. А может быть он бить собирается? Бить как-то не очень хорошо, потому что слишком много открытых. Слишком плохая позиция. Знаете, они нас приучили, по крайней мере, Пучков приучил к тому, что он сегодня играет. Сегодня шашки наголо, да. Мимо какой-то логики иногда. Сегодня, да. Так. Так, ну, по-моему, по-моему, стратегия вот сейчас в таких позициях как раз выбирается план на игру. То есть играть, строить прайм, то есть строить свои блокады, либо строить блиц. В принципе, в игре всего две стратегии. Прайм или блиц. И вот сейчас Юрий выбирает одну из них. Он думает либо побить, либо строить блокаду. А программа показывает, что блокада лучше. И мне кажется, он так и сыграет. Абсолютно верно. Он же так и сыграл. Абсолютно верно. Так, что там? 4-4? 4-4, да. Да, четвертый пункт очевиден. Одну с 13-го спустить. И вторую тоже с 13-го спустить, потому что больше других логичных ходов нет, к сожалению. Или спустить и занести одну. Опа. Это рановато, да. Это в стиле Пучкова сегодняшнего. Да, да, да. И вот эта ошибка и дала возможность небольшое так equity, да. Я не хочу говорить прямо это слово, но equity, да. Equity для того, чтобы показать куб. Да, это double и это, да, это прием. Прием куба. Ну, наконец, мы увидим одну такую игру с кубом. Может быть, даже по 4. Посмотрим, как получится. Так, что у нас тут? 13-10. Надо играть 2. Да, конечно. Можно 2 сразу спустить с 13-го поля. Бить, мне кажется, вообще не надо. Это неправильная идея. Мне кажется, программа показывает небольшую ошибку. Мне кажется, просто надо брать 10-ое поле обязательно. Да. Нет. Но Юрий найдет. Найдет, я думаю. Ну, это неплохо. Это не ужасно, скажем так. Не огромная ошибка. 2 и... Тройку можно с 24-го. Можно с 8-го просто убрать фишку. Это правильное решение, да. Да, 8-5. Да. Какой дубер. Что-то многовато пятерок что-то, да. Очень много пятерок. Столько не надо нам. 3 мы спустим, конечно, на 8-ое и 1 выйдем. Но больше, больше пятерок у нас нет. Это были последние 5-5, которые мы сможем удачно сыграть. Но это единственный ход. То есть тут, в принципе, даже выбирать практически не из чего. Но не бить же в доме. Не бить же в доме, конечно. Да, конечно. Тромазали пятерку. Пятерок нет. Так, а почему 6-2 не выйти? Почему с дальней не хотим выходить? Ну, 6-6. Ну, идея в том, что Константин, наверное, хочет сторожа держать. Но это не имеет смысла. Он больше проигрывает Марсов в этом случае, мне кажется, чем преимущество получает. По-моему, 5-3 сыграл, да? Или нет, 6-3. Нет, 6-3. А, все правильно, все правильно, да. Так. Видео хорошее. Продолжаем застраивать дом. Да, можно так. Тут ни один ход, ни ошибка. Тут больше зависит от бросков желтых, чем от бросков зеленых, на самом деле. Броски зеленых особого значения не имеют. Да, застраиваем, да. 6-4 интересно. Есть вариант пробить в первом поле. Да. Он сейчас будет рассматривать, Юрий, этот вариант. Обратный удар, это 3-4-2-5. Обратный, но... 3-4, это один из самых таких подлых вариантов зариков. 4-3, это что-то страшное. Да, есть такая. Ну, это, на самом деле, вот этот вариант мне не нравится. Который вот сейчас на экране. Я не знаю, может быть, это первая линия, но он мне не понравился. Так, программа не показала ошибку. Значит, наверное, этот вариант имеет право на жизнь. Но... Вот какой разворот. Да, интересно. Какой разворот. Двойка хорошая, очень хорошая. И четверка хорошая. Хороший очень бросок, 6-1. Надо выходить дальний, конечно же. Туда же думать ничего не надо. Да, дальняя выходит. Угу. В случае отсутствия пятерок в желтых. Или шестерок. А вот пришла, по-моему. Пятерочка-то пришла. Пятерочка-то пришла, да. Возвращает обратно в исходную позицию. Или нет? Что у нас там? Или это 4-4? А, это 4-4. А, ну это катастрофически. Плохо. Это очень плохо. Сейчас вот то, что я предсказывал, что может быть редавел, он может уже назревать, к сожалению. Если сейчас желтый не зарядится, а они вполне могут не зарядиться, то мы, может быть, увидим редавел. Да, желтые не зарядились. Есть ли этот редавел? Да, тут есть редавел и это паз. Да, драматично. Довольно драматично. 4-3 очень плохой. Это, наверное, самый плохой, возможно, бросок. Да, редавел видим. И паз тоже видим. Да, видите, мое предсказание не сбывается. Не переживайте. Хотя еще не вечер. Не переживайте. Потому что эту фразу я достаточно часто слышу в исполнении Юрия Грантовича, когда он на вашем месте. Я бы не постарался, потому что эту дорогу было. О, 6-5. Хорошее начало. Отличное начало. Так, как у нас показатели качества игры? 11 на 5, да? Ну, немножко ухудшилось, конечно, с обоих сторон. Но Юрий Грантович играет довольно плотно. То есть, 5. Это не самый лучший, конечно, возможно, но это не таком большом количестве ошибок. То есть, это не один из Константина, который пропустил столько кубов. Так, 4-2. Хороший. Очень хороший. 1-4. Уходим на 20-е поле. Да. Довольно быстро начали играть игроки. Мы как будем говорить? Это 20-е поле? Или же будем считать с 1 до 24? Смотрите. Вообще, надо считать для каждого игрока. То есть, для желтых это 20-е поле. Когда ход желтых, оно становится 20-ым. А когда ход зеленых, оно 5-ым. То есть, мы говорим с точки зрения того игрока, который бросил этот камень. То есть, если бросили желтый, то это 20-е поле. Знаете, как говорят, когда играешь в гостях и побеждаешь, хозяева проиграли 0-3. Условно говоря, что с этой стороны или с той стороны. Тут такое развитие событий очень быстрое произошло. Интересная тройка. Надо спускать с 13-го поля, не бояться. Это плохой у нас выход. Но не огромная ошибка, но немножко небольшая неточность. Я думаю, что у зеленых в этой позиции преимущество. Я не знаю, как показывает компьютер, но я бы взял зеленых в этой позиции. Так, 2-1. Опять. 2-1 с 13-го поля. А, нет, почему? Ну, вот там, да, да. А, вот смотрите, это ошибка, оказывается. Интересно. По-моему, это была ошибкой. Но компьютер показал, что правильно. Ну, значит, правильно. Значит, мы ошиблись. Ты плохо, очень плохо. Очень плохо, потому что еще одна фишка висит у зеленых, видите, там на 9-ом поле. И она тоже, в принципе, потенциально под атакой не показывает дабл. Наверное, это правильно. А вот сейчас уже, если зеленые не зарядятся, то это будет конец игры. О, они просто зарядились, они еще и подбили. Пучков издевательски бросил 6-2, просто издевательски. Супершокер. Ну, сегодня удача на стороне Константина. Конечно, надо признать, что чуть-чуть превалирует. Как говорят победители в нардах в любой ситуации. Не, ну тебе повезло. Повезло, играть надо уметь. Это когда такие ассоциации, когда не дай бог ты скажешь какому-нибудь хоккейному или футбольному вратарю, что мяч попал во вратаря. Значит, попал. Позицию выбирать надо. И как я имел глупость однажды Владимиру Семеновичу Мышкину сказать, я говорю, а кто сегодня в воротах стоит? Он тогда тренировал вратарей ЦСКА. Не стоит, а играет. Ну да, ну тогда. Да, да, да. Ну, ключевая разница. Конечно, конечно. Поэтому везет, вот сейчас вы говорите, Пучкову. Сейчас, если бы он нас услышал, говорит, не везет, а играет. Играет, играет сильно. Ну, и везет, и играет, безусловно. Да, ну понятно, понятно. Мы же говорили о том, что счастье так просто не приходит, но на пустом месте не возникает, да? Для того, чтобы к тебе, Заре, были благосклонны и милостивы, ты должен столько крови и пота, что ли, вот над этой доской потерять. Это правда. Вот сейчас небольшую неточность совершил Юрий. Он убрал фишку с 23-го поля. Программа посчитала, что это очень нехорошо, потому что на 23-м поле она сторожила. То есть это сторож, который сторожил возможность без препятствия проникновения туда зеленых фишек. Нормально? Ай, так, дверь, да, пошел. А то сделает ошибку нам. Так, гонка 113 на 123, на 10 очков впереди Константин, уже на 18, на 5, на 10. И еще один. Я думаю, уже куб есть, да, вот программа тоже пишет, уже начались пропущенные кубы и уже, кстати, тоже пас. Вот. Их на предыдущем ходе тоже был куб, то есть сегодняшняя болезнь Константина, это пропущенные кубы. Пропущенные кубы, я скажу, плохи тем, что каждый ход вы получаете потерю качества игры. То есть одно дело, вы покажете куб, допустим, совершите ошибку и потеряете немножко качество игры. Но это будет всего один ход. А когда вы теряете, пропускаете куб, вы на каждом ходе пропускаете, то есть потеряете качество игры. И вот именно поэтому, именно поэтому у Константина сейчас такое плохое качество игры. То есть у него там 12 пиара, эти 12 пиара обусловлены именно тем, что он на каждом ходе получает от программы, ну, не пощечину, а такую, скажем так, ошибку, да, огромную. То, что потерял, возможности. Ну, с другой стороны, Микайл, что важнее, вот этот вот самый пиар или заработанная победа? Отличный вопрос. Важнее для каждого игрока, конечно, результат. Конечно, результат, но я вам скажу так, на дистанции, если вы будете играть правильно, а дистанция у нас длиною в жизнь, как мы знаем. Да. 64, кстати, очень неудобно кинули в зеленую, и они пришли, пришлось подставиться. А дистанции, все-таки, если вы будете принять правильное решение, они все-таки выльются вам в конечный результат. То есть невозможно играть, ой, не попали, не попали, плохо, плохо кинали, шестерку, стройку, пришлось открывать четвертый пункт. Ну, да, да, мы выйдем, как Юрию, к сожалению, сегодня не очень везет. Да, то есть, в принципе, главное играть правильно, то есть выбирайте правильные ходы, и будет результат. Как говорил Таггер Вудс, по-моему, чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. Ну, я об этом и говорю. Я об этом и говорю, что удача любит тех, кто не покладая рук. Знаете, как, когда у Горовица спросили, говорит, маэстро, вы меня извините, говорит, вам за 70, а вы каждый день проводите за фортепиано по несколько часов. Он ответил, знаете, говорит, если я не порепетирую один день, об этом, кроме меня, никто знать не будет. Если я не порепетирую два дня, об этом будет знать еще и моя жена. А если я не порепетирую три дня, об этом будет знать весь мир. Поэтому, да. Понятно, да. Но будет спор, надо поставить спор. Конечно, конечно. А тем временем зеленые беспрепятственно зашли в дом. И теперь желтым остается только надеяться на... И теперь еще и время... Гонку. ...потихонечку, потихонечку подходит. Да. Время – это один из важнейших факторов противостояния. У нас только 56 минут на то, чтобы достичь какого-то результата. И дальше уже в общем... Несколько крупных кушей могут вернуть в игру. Я бы не уходил, кстати, пока что. Я не знаю, программа говорит тоже, да, не уходить. То есть я бы пока оставался бы. Конечно, там, в принципе, как говорят, нечего ловить. Вот и один из... О, один пришел. Вот и один из таких. Один пришел. Остался еще один, и в принципе можно. Ой-ой-ой. Я не пришел, два-один. Константин говорит, давайте успеем еще одну партию сыграть. Минутно доиграем? Думаю, доиграют. Они еще одну партию сыграют. Шаг, два, три, четыре. Еще один куш. Еще один хороший куш. Ну, Константин приносит очень мелко. 5-5. Вы посмотрите, вы посмотрите. Вау. Копов. Вау. 6-5. Хороший. Как написал советский спорт в свое время, когда Тигран Капросян выиграл партию после двух поражений у Фишера. Тигр проснулся. Тигр проснулся. Да. Сейчас мы видим. Копов проснулся. А, вот это уже, к сожалению. А, не успели. К сожалению, не успели. Не успели начать партию. Но факт остается фактом. Пучков, несмотря на то, что он временами соперника провоцирован. Ну, все. Держитесь, Константин. Я буду мстить в следующий понедельник. За Юрия я буду мстить в следующий понедельник. Сложно. Сложно будет. Ваша игра мне будет представляться однозначно как игра, как говорят в футболе, за 6 очков. Да? Да. Интересно. Ну, что. Неоднозначная игра была. Неоднозначная. Неоднозначная. Абсолютно. Многое поменялось по ходу игры. Да. Для начала скажу, что сыграли, в принципе, они оба достойно. Единственное, вот я говорю, что подвело, это, конечно же, пропущенные кубы со стороны Константина. Если их отнять из этой игры, то получится прекрасный результат по пиару у обоих. То есть пока качество игры получится прекрасное качество. Но вот этот фактор немножко подвел, и качество игры, конечно же, ухудшилось. Я думаю, что игра интересна. Я думаю, что Константин поймал вот эту вот грань, когда при ходьбе над пропастью можно держать баланс. И он очень сложно. Я временами чувствовал в вашем голосе даже некоторое раздражение, что он до сих пор не дает кубы. Что он их держит, он их держит, он их держит. А в результате все-таки, наверное, Железяка оказалась не права. Ну, по результату, да. По результату, да. Но, может быть, и результат был бы в два раза больше в пользу Константина, если бы он давал кубы. Ага, но не тот соперник. Не тот соперник. Потому что мы с вами помним, Акопов начал с того, что повел. И он как бы обозначил вот свой настрой на эту игру. И мне представляется, что Пучков даже в какой-то степени, может быть, себя поменял по ходу этого матча. Ну, мне так представляется. Да, перестроил игру. Да, что он игру перестраивал. Потому что начинать с проигрыша, ну, не всем удобно. Ну, хорошо, друзья мои. У нас легкая рекогностировка на комментаторской позиции. Я уже не первый раз вижу этого, как про таких говорят, белый лис к нам пришел, имея в виду Константина Пучкова. Я поздравляю вас, маэстро, с победой. Недаром мы сегодня с вами встретились на входе. Да, да, да. Да. А, вот уже счастливые приметы, да? Да, конечно, конечно. Что скажете по поводу матча? Ну, начало было тяжелое такое. Проиграл первую партию и пришлось как-то переламывать. Мне казалось, что я играю хорошо, но тут сообщили, что пиар-то вроде бы не очень. Да, вы там такое количество кубов пропустили. Да, слишком играл осторожно, слишком осторожно. Так вот, мы только что с Микаэлом Варданяном говорили по поводу того, я высказал свое предположение, что проиграв первую партию Акопову, вы, может быть, даже в какой-то степени себе на горло наступили. В какой-то степени на свою песню. Ну, может быть, да. Стал слишком аккуратно играть. Подумал, что вы, значит, крупно Марсик где-нибудь не проиграете в какой-то партии. Поэтому предпочел осторожную тактику. Думаю, видимо, поэтому и куб объявлял не вовремя. Ну, насчет вовремя, не вовремя я не знаю, потому что вот у нас опять-таки с Микаэлом возникла, ну, не дискуссия, а я задал вопрос, что в данной ситуации было важнее потерять в пиаре, потому что вы не вовремя объявляли кубы и многие пропустили, или же все-таки результат? Ну, в общем, результат для меня важнее, безусловно, чем пиар какой-то, потому что один мой знакомый, пикист, он говорил, я не хочу хорошо играть, я хочу выигрывать. Да, это вариант, знаете, Константин какой, говорит, ой, установит ли он сегодня мировой рекорд? Неважно. Главное, подняться на высшую ступень пьедестала почета. Так, я вас поздравляю, спасибо, вы пока идете без поражений, я поздравляю вас, ну и предлагаю посмотреть замечательный сюжет, подготовленный нашими коллегами, который называется «Нарды в живописи». Европейские художники неприязненно относились к нардам. Судя по полотнам 16-17 веков, эту игру тогдашние живописцы считали глупой, и потому фламандцы Снейдерс, Франкин и Теннерс изображали обезьянок за доской. Дескать, даже они способны. А голландец Ян Стэн написал сразу несколько полотен, запечатлевших драки, коими, по его мнению, партия в Нарды заканчивается непременно. Мол, какая игра, такие и игроки. Да что драка, фламандец Ромбоутс представил поножовщину, вызванную игрой. Правда, на картине запечатлены еще и картежники, но и Нарды тут как тут. Но ладно, люди дерутся. Что прикажете делать, когда наступают полчища скелетов? Это очень известная картина Питера Брейгеля «Триумф смерти». В ужасе мечутся атакуемые мертвецами грешники. Им, бедным, не донарт символа бездуховной жизни. И это, заметьте, жизнь земная. На том свете, оказывается, Нарды тоже не в почете. Знаменитый триптих Босха «Сад земных наслаждений» содержит изображение ада в представлении великого голландца. Этот кошмар населен немыслимыми чудовищами. И одно из них, эдакая помесь зайца с человеком и крокодилом, прячется под Нардами. Но время шло, и в 19 веке нравы смягчились. На полотнах итальянца Джулио Розатти и других европейских ориенталистов той поры Нарды выглядят именно тем, чем являются. Не бесовщиной, распаляющей низменные страсти дураков, а игрой, возвышающей разум и умиротворяющей душу. И так, дорогие друзья, на телеканале «Старт» продолжается. Продолжается единственный и уникальный, и ни с чем не сравнимый, первый в истории мирового телевидения, как приятно мне произносить эти слова, чемпионат России по коротким нардам. Суперлига телеканала «Старт». Сегодня мы посмотрели уже одну встречу между Юрием Акоповым и Константином Пучковым. И знаете, Микаэл, вот пока вы отсутствовали, непонятно где вы там ходили, бродили, я тут вынужден был разбираться с самим Константином Пучковым, с вашим преследователем. И, кстати, вот тот вывод, который мы с вами сделали, Константин подтвердил, что я, говорит, после того, как стал проигрывать после первой партии, я стал играть намного осторожнее. Да, что я, говорит, в какой-то степени даже, да, наступил на горло собственной песни. И на мой вопрос, что для него было важнее, пиар, он к этому слову вообще как-то отнесся, на мой взгляд, так пренебрежительно даже с высоты победителя в сегодняшнем матче. Он сказал, для меня, конечно, важнее был результат. Да, да. И мне представляется, что эта игра должна, вот ее итог, я сейчас не скажу сразу, с кем будет играть в следующей партии, в следующем матче Юрий Акопов, но тому придется очень сложно, потому что Акопов играет против следующего соперника после поражения. Он рискино не пощадил своего друга. После поражения он начинает играть гораздо... Да, и я думаю, что у него сегодня будут бессонные ночи, потому что вот он, на мой взгляд, не уловил вот это изменение настроения в игре Константина Пучкова. Классно. Да, да, ну так мне, по крайней мере, представляется. Я вполне допускаю, что это сейчас дают такое поверхностное, что ли, поверхностную такую оценку того, что происходило, потому что наверняка, наверняка Акопов будет сегодня, и не только сегодня, анализировать все то, что произошло. Вообще, я хотел бы задать вам вопрос. А как вам комментируется? Комментируется хорошо. Ну, извините. Может быть, некоторые моменты, которые я говорю, они немножко сложны для начинающих, скажем. Не, не переживайте. Я насчет этого немножко переживаю, потому что я говорю, например, сплит, а надо, наверное, разделить шашки. Вот такие моменты. Ну, да, почему нет? Согласен. Скорее всего, да, скорее всего, терминология действительно во мне настолько засела, вот я даже за собой не замечаю, что я не могу избавиться от того, чтобы говорить более понятным. А вы представляете себе, каково вот мне сесть в кадр, и я, который вот из меня прет, что вот он саяки кинул, а не 3-1, понимаете? Он чариду играет, а не 4-2. Вот мне с этим как быть? Переходить на вот это вот бэккэмэнную чину? Очень сложно перестроиться. Да, но ничего страшного в этом нет. Сплит, что такое сплит? Это знают многие, кто играет, допустим, в боулинг. Да. Разделить. Разделить, да. Ну вот давайте еще раз напомним, что у нас в третьем туре будет происходить. Сейчас будет играть Сергей Ленин и Сергей Петухов. 9 января Герджа Гарян, Алексей Аскурава. Ну, Аскураве вообще отступать некуда, у него два поражения. Это будет очень интересный матч. Да, о-хо-хо-хо-хо, Варданян Пучков. И это будет очень интересный матч, я думаю. Посмотрим. Рискин Азизов. И тоже надо сказать, что Леониду Рискину, чью игру очень высоко оценил Микаэл Варданян, несмотря на два поражения, тоже будет крайне непросто. И Ярославу Гусеву, который человек, ну, я бы сказал, потенциально один из лидеров, тоже пока таким таковым не является, и ему придется как раз против Акопова играть. А Акопов после поражения страшен. Это будет тяжелый матч. Это будет тяжелый матч. Это будет тяжелый матч. Я не завидую ни одному, ни второму, если честно. Да, потому что Гусев не самый легкий соперник, однозначно. И Акопов после поражения тоже не сладкий. Страшен в гневе. Ладно. У нас следующая игра Оленин и Петухов. Ну, давайте. Разбирайте. Ну, прекрасные игроки. Оба обрадают безумным количеством титулов. И Оленин, и Петухов. Петухов вообще потенциально третий гроссмейстер международный в России. Ему чуть-чуть не хватает, чтобы получить официально это международное звание. Я думаю, он получит обязательно это международное звание. А Оленин победитель бескончаемого какого-то количества турниров, годовых зачетов. В прошлом году выиграл первую серию Некрасовского турнира. И очень-очень много всего. Прозовый призер командного чемпионата мира. Да, прозовый призер командного чемпионата мира. А это вот Петухов. Это Петухов, который, на мой взгляд, тоже до конца пока на этом турнире не раскрылся. Я не знаю, с чем это связано. Потому что мы, допустим, с Юрием Акоповым, не скажу, что порой вскользь, обсуждая после комментариев, что происходило, он всегда произносит такую стандартную фразу, с которой невозможно не согласиться, что здесь играют сильнейшие. Но среди этих сильнейших есть кто-то посильнее, а есть кто-то еще сильнее. И на все вопросы дает ответ турнирная таблица. И вот по ней пока не скажешь, что... Ну, это вот мы сейчас видим пиар и анализ качества игры. Да, пиар у Сергея безумный, конечно. У которого? У Петухова, я имею в виду, да. У Алинина чуть похуже, 6,75. У Сергея 3,38. Это гроссмейстерский уровень, чем гроссмейстера второго класса. Именно потому что гроссмейстеры тоже разные бывают. Ниже 4 это все гроссмейстеры, а ниже 3,5 гроссмейстеры второго класса. Ну вот у Петухова пиар лучший пока по турниру. Уже гораздо у Петухова, минус 2,65. Ну и, соответственно, мы видим, что практически безошибочно играет Сергей с кубами. То есть мы видим, что Сергей Петухов играет на 1,53. А вот Сергей Оленин, к сожалению, у него 12,92 по кубам. Ну, у Оленина позиция-то повыше, чем у Петухова. Позиция без результатов на лицо. Я, прекрасно понимая, что вы все равно уйдете от ответа, тем не менее задам этот вопрос прогноз на матч. Ну, как видите, мой прогноз уже не сбывается, поэтому в этот раз я спокойно уже могу делать дальше. Я могу сказать так, если Петухов будет играть на том же уровне этот матч, то я думаю, что рано или поздно вот сейчас должно сказаться это качество игры, которое в предыдущих двух случаях оно не сказалось. И если сейчас будет такое же качество игры, я думаю, что выхода нет. Ну, а мне представляется, что у Оленина после двух поединков, после двух матчей такая очень хорошая, я бы сказал, психологическая устойчивость. Ну, у Оленина вообще отличная психологическая устойчивость. Нет, нет, я имею в виду, что вступая в любой турнир и одержав две победы, он когда приходил в последний раз, первый раз он так, ну, не скажу, что апатично себя вел в студии, а второй раз он уже, знаете, как, ну, а что вы хотели? Ну, что вы хотели? Я должен был выиграть. Я сыграл уже так, как положено было. Ну, ладно, давайте посмотрим, во что это вылится, дорогие друзья. Матч двух Сергеев, Сергея Оленина и Сергея Петухова. Свет загорелся, поехали, пожелали спортсмены друг другу хорошей игры, но надо часы завести. Взял на себя эту тяжелую функцию Сергей Оленин. Да, интересно, что здесь придется комментировать по фамилиям, именно, потому что два Сергея, и непонятно, к какому из них мы будем обращаться. 6-2. Так, и начинает, начинает Оленин. Я начинаю терминологию, сплит. 24-18, 13-11. Так. 6-5, стандартный ответ, надо пробить. Вот это вот мне нравится. Два раза. Поставил на четверочку и сдвинул нижнюю шаршечку. Да, да, да. Очень такая красивая игра, да. Красивое движение, фишка. 2-1. Хороший бросок очень. Сергею нужна шестерка, но не две. Единица тоже пойдет, закрывается седьмое поле. А, ну да, опять один, да, закрываем. 2-2. Да, два хорошие. Это логично. И это логично. Ну и, наверное, там, да. Все верно. Простой ход, в принципе. Ничего сложного пока что. Сейчас посмотрим. У нас вообще по статистике получалось, что большинство предыдущих побед было одержано людьми в желтом. Да, сегодня, сегодня зеленый Пучков разобрался. Ну, вообще, я хочу сказать, что вот пока здесь, в этом матче, у нас ничего такого серьезного не происходит, но я с удовольствием посмотрел матч Пучкова и Яковлова. С удовольствием, да. Хороший матч. Да, очень хороший матч, вот по такому игротскому содержанию, игротской такой психологии и то, что Пучков вот... И так поменялось, да, несколько раз все? Да, 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 да. Так несколько раз поменялось. Да, и это, конечно, говорит о том, что вот по поводу такой психологической устойчивости у него, вот вам и олдскул, да? Да, олдскул, рулит. Правит балл. Небольшую ошибку допустил Сергей, не помню, что задумался, но это такая незначительная ошибка. Он пробил в первом поле, это иногда хорошая идея, но не в этот раз. Пять один хороший, надо закрывать пятое поле и спускать с тринадцатого. Все очень легко. Да, здесь логично, если ты не хочешь бить. И уже, кстати, вырисовывается преимущество зеленых в этом гейме конкретно. Я думаю, Сергей найдет этот ход. Сергей Оленин. Ну, он, по-моему, один из тех ходов, что на поверхности лежат. Да. Ну, если он не рассматривает... А-а-а, вот это я даже не думал, что может быть. Я думал, что он вот пробьет с двадцать первого. Ау-ой-ой. Это плохо. Вот, видите, вот. Это красная ошибочка. Не избегу терминологию, скажу, это блендер. То есть большая ошибка. Да, один шесть. К сожалению, Сергей Петухов не смог пробить. И, соответственно... Это три закрывается. Только закрывается. И двоечка. В пятом поле. Двойку надо уходить. Двоечку вот эту, да, конечно. Да, все верно. Ну, судьба была благосклонна в этой ситуации к Оленину. Ну, иногда тоже надо рисковать. Ну, как? Как иначе? Доверяться полностью компьютерным выкладкам. Ну, ты же обладаешь какой-то незримой связью с Зариками. Да. Они же живые, правда? Живые. Однозначно. Задумался. На самом деле, надо сказать, что... Тут, наверное, раздумий, вот я вот так прогнозирую, будет много. То есть геймов, на самом деле, мы увидим не так много, а вот таких позиционных раздумий, атак и так далее, мы увидим много. Потому что, в принципе, оба игрока могут взять паузу. Ну, Сергей Оленин играет гораздо быстрее, но тоже может взять паузу и подумать над ходом. Вдумчивая игра, скажем так. Мы видим более медленный темп игры, однозначно. Ну, вообще, пучков-сокопы, он тоже не особо быстро играли. Ну, быстрее, чем эта пара. Они будут играть вот здесь, я прогнозирую, на один или на два гейма, наверное. Максимум. Меньше, нет, меньше, чем в той игре. То есть там было, наверное, 6 или 7 геймов, а здесь будет 5 или 6, или 4, даже, может быть. И, понятно, зависит от, конечно, ситуации, но я думаю, что геймов мы видим меньше. Ну, с другой стороны, там четвертая партия была вообще абсолютно скоротеть. Четвертая или пятая? Да, одна была такая. Да, которая закончилась через 5 ходов. Да, да, да. Когда единицы был якорь и две на баре. Да, да, да. Там мы даже проникнуться мыслью о том, что игра началась, не успели, как она закончилась. Не успели. Опять сделающая игра пойдет. Вот сейчас оба игрока будут стараться максимально удерживать продвижение и застраивать свой дом за это время. Собственно, в этом суть игры будет. Пока зеленым бояться нечего, они подставляют фишку, потому что слишком пустой и голый, и с двумя свободными фишками дома оппонента, поэтому все очень просто. 2-1, да, по-моему? Да, 2-1. 2-1. Есть вариант пробить, и это, наверное, лучший вариант, да. И закрыть. И закрыть пятое поле, да. Это один из немногих бросков, которые могут пробить, потому что остальные единицы, например, один с пятеркой уже не пробивает, мне кажется. А вот один-три. Михаил, вот то, что он не зафиксировал вот так вот шашку в ячейке, это говорит о том, что он думает. Да, да, да. Скорее всего. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это такт, да, поведенческий. В турнирах и на международном уровне. Если вы хотите показать оппоненту, что ход еще не до конца сделан, вы просто не ставите ее до конца на место, она немножко парит в воздухе, да. И это говорит оппоненту, что вы еще не закончили ваш ход. И когда уже закончили ход, естественно, ставится до конца и нажимается в часы. Да, это же такая своего рода этика, да. Ну, понятно, да, да. Этика, чтобы не хватало зары, там, не пытался что-то сделать. Не бухтел соперник, ходи, не шахматы. Нет, такого, конечно, нет в профессиональном спорте. Как это, как это, не может быть, я в это не поверю. Ордисты, в общем, очень вежливы. А что здесь невежливого? Подгонять соперника. 3-2, да, по-моему? Да, да, 3-2. Так. Ну, да, с 11-го. Можно ведь играть, знаете, как по-разному можно себя задействовать в игре. Знаете, знаменитая была история, когда там в 50-е годы Михаил Ботвинник приехал отдыхать в Гагры, и на закрытом пляже к нему какой-то грузин в течение недели приходил с шахматной госткой и говорит, товарищ Ботвинник, давайте сыграем, давайте сыграем, давайте сыграем. Говорит, слушайте, ну вы меня достали, ну давайте сыграем. Выиграл у него в три хода и говорит, слушайте, ну вы же не умеете играть совсем. Подумаешь, зато теперь все будут говорить, он с Ботвинником играл. Поэтому, как играть, понимаете? Кстати, да. Главное, что он сыграл в данной части. Да, так что. Так, что у нас происходит за доску? Немножко осложнилось по позиции. Ну и еще, ты считал Ленин. Да, сейчас, кстати, проходит турнир, еще один, называется Ultimate Backgammon Contest, я не знаю, как перевести это на русский, наверное, соревнование по бэкгэмону международное. И там первая ракетка мира текущая, это Мочи, японец, играет с текущим действующим чемпионом мира. Первая ракетка по пиару, по качеству игры, конечно же. И многократный, по-моему, двукратный чемпион мира. Вот, и очень интересная серия. Но их-то по телевидению не показывают. Их не показывают по телевидению. Господи, о чем мы тогда говорим? Ну, ну, извините, я перебил. Да, и противостояние пока, как ни странно, не в пользу первой ракетки мира. То есть, Мочи проигрывает, по-моему, со счетом 9-7. Там считается и пиар, и качество игры. И считается одновременно результат. 14-10 проигрывает. То есть, это большое преимущество у Сандера Лилов. Это тоже отличный игрок. Я с ним один раз в жизни даже встречался в парном турнире. Надеюсь, не как с Ботвинником. Ну, выиграл. Нет, я проиграл. Да ладно. Я проиграл. И самое смешное, что он не единственный матч. Кого я пригласил на комментаторскую позицию? Кого не знаю. Зато мой друг, Алексей Аскурава, его выиграл в Монтре-Каба. Да. Зато у нас Аскурава не блещет. Это у нас Аскурава. Ох, ох, ох. Я не знаю, что делать. Да. 5-5. 5-5 отличный. Отличный 5-5. Да. Да, скорее всего, гонка на стороне Сергея Петухова. 82-96. Мы видим. Это большое преимущество для Куба. При средних значениях до семерки. До семерки. Если что-то будет выкинуто, я думаю, мы увидим Куб. Так что мы тут 6-2. У нас до сих пор идет первая партия. Это первая партия. До сих пор идет первая партия. Я предсказывал. Кстати, можно посмотреть, сколько у них на часах. Я не уверен, но мне кажется, там уже прилично потрачено времени. Ну да, там времени-то минут 15, наверное. 0-0-31 у одного, а 0-1-24 у другого. Да, то есть там уже блиц фактически у ребят начинается. Они потратили, наверное, 15 минут. Ну да. На этот гейм. Так, странно, что Куба нет. Он и не пропущен. То есть там не было Куба. А почему такой плохой PR-показатель? А вот сейчас дабл пасс. А вот сейчас дабл пасс. Преимущество 85-74. Это 11 очков. Это большое преимущество. Несмотря на немножко корявую позицию у желтых, все равно Куб, конечно же, есть. Да? Я... Да, да, да. Вот смотрите. Вот это вот я думал, что Ленин именно ошибется здесь, потому что позиция желтых уже очень коряво выглядит. Ну да, там пустая четверка, третья дырявая. А тут легко ошибиться, на самом деле. Это такое обманчивое решение. На самом деле тут пасс был более надежен и правилен. Да, тут преимущество уже стало после двух последних бросков такое, что один большой куш может не помочь зеленым. Нужно... Нужно два. Нужно два. Сейчас уже даже больше. Ирина, опять дырка в заборе. Да, ну знаете, эта дырка, она не такая уж критичная. То есть он... Ну, она плохая, конечно, но не критичная. Если пару раз не кинет четверок, то уже, в принципе, все. Да, скорее 2-0 в пользу Сергея Петухова мы увидим. Если чудо не произойдет. Там отставание в 4 камня. Вот одна четверочка должна быть. Ну, два броска, да. Ну, одна четверка – это вещь. Ну, сейчас посмотрим. Не снег. Одна снежинка. Одна снежинка, да. Все равно все. Да, один неудачный. Да, смотрите, сколько времени действительно ушло на этот гейм. То есть он еще доигрывается. Конечно, они уже не потратят ни секунды своего времени. Это понятно. То есть время их общее, скорее всего, не уменьшится ни на секунду. Но сколько игрового времени ушло на один гейм. И счет всего лишь 2-0. То есть мое предсказание, что будет меньше геймов. Оно, в принципе, уже даже частично, можно сказать, сбывается. Ну, конечно, если будут геймы наподобие дабл пасса, то, конечно, я ошибусь. Но, скорее всего, все будут поступные долги. 5-5. 5-5. 5-5. Хорошо, но недостаточно хорошо. Нужен еще один пасса. И это при условии... Да, при условии, что Сергей кинет вот так. 3-2. Да, и теперь 3-3 и выше. Нет. Пока нет. Ну, и, собственно, осталось на 3-3 и выше. Так, ну, 3-3 и выше. Четыре братка из-за 6-ти и... Нет. Чуть-чуть. Нет, да. Ну, в принципе, близко, близко, да. До последнего, до последнего, да. Я не думал даже, что так близко будет к концу. Да, Петухов даже так глаза опустил, да, отвернулся от позиции. Я не хочу смотреть на эти кинетки. Да, да, да. Уже если мы так часто вспоминаем, да, некоторые параллельные курсы, да, как некоторые тренеры отворачиваются, когда пенальти бьют. Да, да, да. Не хочу смотреть. Да. У нас был игрок, когда ответственный бросок, он всегда отворачивался. Это как замечательно играющий в нарды Хорена Ганесян, легенда армянского футбола. Да, Хорик. Да, значит, с которым мне довелось как-то играть в нарды. И он рассказал не так давно чудесный анекдот, как играют сборная Армении и сборная Бразилии футбол. Бразильцы бьют штрафной. И вдруг вся схема, состоящая из армянских футболистов, отворачивается от бьющего и смотрит лицом на вратаря. Я понял, да. Да, и что вы делаете? Хотим голову видеть. Такой красивый голову хотим посмотреть. Хотим голову видеть, да. Такой красивый голову надо посмотреть. Некоторые отворачиваются, да. Понятно. Так, мы пропустили, что тут произошло. Пока ничего особенного. Пока ничего особенного, да. Пока ничего. Пока позиция, ну, фактически чуть ли не девственная. Так, ну, а желтые опять угрожают взять пятый пункт. Но зеленые ушли уже одной спешкой, как я вижу. 4-2 хороший. 4-2, да. Это вот то, что вы Джокером называете, а? Ну, не совсем. Джокер, он помощнее. Вот 4-4 был бы Джокер. А 4-2 такой мини, мини Джокер. Ну, вот, хорошо. Вот это вот мини Джокер. Хороший бросок. А это хороший. Это просто хороший бросок. Физей хороший. Пробиваемся сразу две. И, конечно же, пробитие вот этой сразу две. Да, да, да. Это очень сильный бросок. И сейчас мы, если будет что-то плохое. Нет. 5-2. Это очень хороший бросок. Но Куба нет. Куба нет. Да. Рановато. Вот если бы Оленин не зарядился бы, то есть не поставил бы одну из подбитых. Не оживил. Не оживил бы. Бросил бы либо шестерку, либо четверку, то мы бы увидели несомненно. По-моему, лучше слово оживил. Оживил. Чем зарядился. Потому что мы привыкли больше к зарядился, но оживил вполне конгруентное, так сказать, слово. Как вы сказали, конгруентное, я еще должен записать. Это еще одно слово. Я же психолог. Это моя терминология. Как говорил режиссер Якин, это моя профессион де фуа. Профессион де фуа. Уи. Так, тройка. Ну, тройку надо бить, по-моему. Как показывает программа? Да, ну, на пятое поле, конечно. Тройку. Агрессивно надо играть, то есть пятое поле надо стараться взять. И двойку, двойку, да, абсолютно, это первая линия. Да, молодец. Молодец. Ну, это тоже отличный бросок, просто замечательный. Ой-ой-ой, там сразу два. Сразу две подбитых. Сразу два, сразу два. Да. И если не посадил обе, то еще одна. Нет, посадил, да, еще и как. Шикарно посадил. 5-5 прекрасно посадил. И здесь пробил. И здесь пробил. И последнюю с 13-го, наверное. И занес, и занес, наверное. А, нет, 25-20, да, это абсолютно верно, да. С 20-го пункта, да, все верно, абсолютно, правильно. Первая линия. Вот это плохо. Это... Сейчас Серега задумается над даблом. Сергей Петухов сейчас задумается над даблом. Подумает секунд 30, поймет, что пока рановато, его не поставит и продолжит игру. Мои предсказания это будет. Посмотрим, сбудется или нет. Нет, не сумел он удержаться. Я думаю, это легкий тейк. Да, конечно же. С легкостью принял. 6-6 это... Вот этот Джокер. Вот сейчас вы можете спокойно говорить, что вы видели только что Джокер. Потому что он подбивает во втором поле. И плацдарм для атаки огромнейший он сооружает. Последнюю можно с 13-го опустить. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Добавить еще одну фишку к атаке. Я бы так сыграл. Может быть, это ошибка, не знаю. Но я бы сыграл с 13-го поля. Ну, это тоже хорошо. Тоже как вариант. Да, подумал-подумал, решил, что сам с собой согласился. Но, да, марсовая атака очень сильная сейчас будет. Сейчас мы будем видеть очень сильную марсовую атаку в исполнении желтых. Да, 2-1 пришел просто. 3-1 это замечательно. Это оба оживить, как мы договорились называть их. Так, шестерки нужны. Шестерка есть. Подбиваем дальше, продолжаем блиц-атаку. А вот тройку-то как не всегда. Тройку, я думаю, с 13-го. А вот программа показывает, что нет. Программа показывает... Что, заносить? Заносить, да. Заносить, чтобы атаковать еще и первое поле. Вот в этом смысле заноса, да, конечно же. А мой ход с 13-го вообще, по-моему... А, нет, это ошибка 83. То есть большая ошибка. Да, вот заносить, все правильно. Да, нашел. Абсолютно верно. Да, мы сейчас будем смотреть за... Все. Три. Блицем. Из 13-го, да. Очень нужна единица. Очень-очень нужна единица. Без единицы. Без единицы. Ее нет. И сейчас начинается, по-моему, вот то самое издевательство, которое так любит Зари. В каких-то непредсказуемых ситуациях держать соперника на такой цепи. Я бы подвинул с 13-го. Не знаю, что выберет Сергей. Я бы с 13-го. Я и вот это мой ход. Я бы так сыграл. Да, единицы нет. И это очень плохо для зеленых. Они с большой вероятностью могут проиграть. Четыре очка. Сергей уже жаляет, что принял этот дабл. А Ленин, он говорит, если бы вернуть на две минуты назад, я бы сдался бы. Но на две минуты назад уже не вернуть. А что играть-то? А что играть? Здесь-то четверки... Четверка перекрыта. А, вот это да. Да, да, это ужасный бросок. Вот это издевательство судьбы. Но это сейчас должок отдают Зарики. Да, да, да. Отдают должок. Именно так. Вот это все. Да, это единственный ход. Это вынужденный ход практически, потому что других, в принципе, и нет. Ох, какой дорчар был. Какой 4-4. Да, ломающий полностью всю позицию. И полностью переворачивающийся с ног на колу. 3-1. Ну, убирать ее не надо. А надо. Но вот этот ход тоже, он не ошибка. И он мне нравится даже больше. Понимаете, если будет пятерка, то уже, в принципе, шансов мало. А так есть шанс накрыть. Да, это плохой бросок. Ну, с двумя камнями, конечно. О, 6-2 замечательный. 6-2. Золотый. Да, и теперь, пока не было единичек, сейчас нет шестерок. Да, 4-4 были очень сильные, конечно. Да-да. Ну, вот первая шестерка пришла. Но нужна еще одна. До того момента, пока вот эти два желтых сорванца не окажутся в доме. Да, дойдут до своей цели. Нужна прямо сейчас. Вот сейчас Сергей Павлов старается дуплицировать. То есть на пробитие, чтобы... Но это не получается, поэтому... 6-4, 6-1 бьет. Но в шестерок нет. Нет. 6-2. 6-2, одну заносим. Да, заносим домой. И уже осталась только одна. 85% марсов тут в этой позиции мне подсказывают. Ну, это очень-очень большой процент. То есть 85% это... Вот что он сейчас оставляет вот этот... Нужна шестерка прямо сейчас и... Прям... Нет. Все. Пожалуй, все. Потом... Только 2-1 подумал я. А, вот не ушли, не ушли. Ну, последний шанс. 31. Ого, фантастика. Да, это сильный камбэк. 4-2. Так, ну и вот теперь давайте посмотрим, как они будут продираться сквозь тайгу, да? Ну, а бить зеленым опасно. То есть очень сложные игры сейчас будут. Блокируется 6-6. О, и Серега приносит 6-6. Да, сильно. Как вовремя заблокированный 6-6. 5-5. 5-5. Ну, зато морсов уже фактически очень мало. То есть я... То есть практически... Сколько там было? 85. А сейчас, наверное, процентов 20, наверное, морсов. А, вообще... Ну, а что? Что тут думать-то? Очень мало морсов. Что тут кто-то изменит? Не больше 6-ти только. О, все, до свидания. До свидания. Вернулись, морсов выиграл. Да. Возвращение морсов выиграл. Еще один большой куш и... Я думаю, что и без большого, маленького куша. О, ну все, да. Это вот действительно... Ушел от самого худшего сценария. Сергей Оленин уходит. Ну, интересный гейм получился очень. 6-11. Главное, покороче, чем предыдущий по времени. Да, это всего лишь второй гейм. Да. Второй гейм и ушло... К этому времени Окопов и Пучков уже сыграли... Да, наверное, геймов четыре. Да, побольше даже. Ну, этот гейм, надо сказать, что не потому, что они очень долго думали, а просто он развивался так. Ну, и размышления были, конечно. Ну, все, уже здесь. Морсов 0. Да. Да, Сергей сдался. Да, 4-0. Задел образуется. Так, Петухов бьет пока одного из лидеров. Да. Да, могло несколько раз перевернуться, конечно, в этом гейме. То есть, после 6-1. И... Обратите внимание, как быстро 3-2 сыграл Сергей Оленин и заблокировал 6-6. И Сергей Петухов сразу кинул 6-6. Вот это было интересным моментом. Ну, и, конечно, 5-5 неудачный. Я не кинул. Так, 6-4. 6-5. 6-5. Да, уходим. Просто уходим. Пас из глубины площадки, как я это называю. Да, 2-2 хороший. Берем 11-й, берем 4-й. 2-2 поля. Ну, Дорчар. Он тоже хороший ответ. Отличный ответ. Пятое поле. Пятое поле закрыто. Безальтернативно практически. Так, 5-1. Один из самых ненавистных бросков. 5-1, да. Ничего конструктивного не делает. Он просто убегает в голую фишку. 5-1, 4-1. Как-то вот это все. Да, особенно в начале. Да, 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 да. Особенно в начале. 6-3, уходим. Пытаемся уйти, скажем так. Другого нет, к сожалению, ничего хорошего. И получился. План сработал. 2-5 не пробивает эту голую фишку. И в желтых опять понемногу образуется преимущество в позиции. Теперь оно... 4-4. А, 6-4 были бы отличные. 6-5. Чуть похуже. Шестерок нет хороших. Поэтому 8-2, наверное. И 15-10. Да, потому что другого нет. Да, все верно. 15-10, 8-2. Ну да, не стал заводить в дом, дабы не подставлять под зеленую шашку. А так, ну, 7... На расстоянии 7 очков. Не всех 7, заметьте. 5-2 не бьет. Ну да, только 4-3, 6-1. 2-7, да. 4-3, 6-1. Ой, 4-3 тоже не бьет. Вот, вот 5-2. Нет, 4-3 бьет. 4-3 бьет. Не бьет только 5-2, в который, к сожалению, кинул Сергей Оленин. 4-3 можно пробить зеленой фишкой по желтой. Ну, где там 4-3? Я имею в виду вот тот, который на 22-м поле стоит. Да, он бьет 4-3. А, ну да, господи. Ну, конечно. Да. Конечно. Меня вообще, надо сказать, смущают... Ну, может быть, я просто не привык вот к такой цветовой гамме, да? Да. Смущает то, что я вот реагирую на белый треугольник, да? А красный считаю, что на белом заканчивается. Да, да, что там нет ничего, да? Пустота. Очень полезная 4-4. Они для гонки совершили невозможное. Практически отставание в 20 очков они сократили до отставания в 4. Там еще тень так падает немножечко. Да, еще есть такой момент, да. Играть в ней. Сейчас будет долгий подсчет пипсов, потому что довольно такой большой пипкаунт. Пипкаунт это очки, которые остались до окончания выброса, как вы знаете. Вот сейчас будет подсчет. Оба игрока будут считать, насколько они впереди, насколько они сзади. Это займет некоторое время. И продлит. Да, ну разница небольшая. 109-113, да? Да, но нужно точно знать эту разницу. И я думаю, они сейчас оба ее знают. Разницу они знают точно, а вот точно пипкаунт, знат ли они или нет, точно не знают. 6-4. Полностью выровнялись игроки. Одно очко отставания. Ну, пошла голка. Да, преимущество в броске у Сергея Петухова. 6-4, ответ. 6-4, хороший бросок. Такой бросок. 11 очков разница. Отлично. 3-4-4. Просто замечательно. Полностью выровнялась игра. Даже преимущества броска уже нет. Ну, по 4 камня незаведенных. Это очень плохо. Сейчас. Ну, Сергей знает пипкаунт. Видит, что опережение есть, но небольшое, поэтому молчит с кубом. 5-4, соответственно, увеличивают его опережение. Игра поменялась. Из лидера. Ну, тут Сергей Петухов начал приносить просто очень плохие броски. 4-1. Ну, это вот та ситуация, когда ты вроде бы все делаешь правильно, но судьба тебе говорит, не твоя очередь. Здесь нет куба. Я думаю, Сергей Петухов это легко поймет и примет этот куб. Это слишком рано. Несмотря на преимущество, это слишком рано. Ну, паса тут нет. Я почти уверен, что Сергей примет этот куб. Всего лишь 4 очка. А, 5 очков. Всего лишь 5 очков в разнице. Ну, это слишком мало для того, чтобы пасовать. Задумался. Смотрите, еще имеет значение, кроме чистой гонки, вот именно какие значения гонки. То есть, 78-83, это абсолютно другая гонка, чем, допустим, 56-51. То есть, разница на та же, 5 очков. Да, только та уже практически на финише. Та уже практически на финише. А здесь еще долго бросать. 78-83. То есть, еще очень много бросков до того, чтобы закончилось все это. Поэтому здесь, конечно же, абсолютно правильное решение принял Сергей. Принял этот куб. Вот. И, собственно, за реки уже, видите, говорят, что... Опа не заводит. Смотрите, сократил. Сократил отставание на всего лишь 2 очка. Ой-ой-ой. А теперь вообще... Ну, это... Да. Еще один удачный бросок от желтых. Мы увидим Купа 4. И тогда уже... Да, это хороший бросок. В принципе, нормальный. 8 очков. Вовремя переиграл на единицу. Да. Но равная гонка. Равная гонка. И здесь имеет большое значение то, что куб у желтых. То есть, куб им показать не могут уже. А они могут показать куб. Редабл. Возможность редабла у желтых. У желтых именно благодаря этому преимущество в позиции. 6-3. Удачный. Ну, да. Троечка была пустая. Очень удачный. 4-4. Очень хороший. Да, это заявка. Если бы не эти 4-4, было бы очень тяжело. Тоже хороший. 2-2. Равная игра все равно сохраняется. Ну, и предыдущая партия была такой же. Похуже. Так, обратите внимание, что значение качества игры у обоих очень-очень приличный. Ой, какие 5-5. Это практически, да. Шаг от предабла. И если не будет ничего, это недостаточно для того, чтобы не увидеть куб А4. То есть, куб А4 мы увидим все-таки. Задумался Сергей, но я думаю, что тут очевидно решение. Который Сергей оба задумались. Нет, бросок Петухова. Он и задумался перед броском. Он задумался о кубе. А по 4. И я думаю, он его покажет. Я думаю, это правильно. Да, безусловно, 3-4-5 фишек всего. Одна на тройке, одна на единице. Ну, да. Думаю, есть куб А4. Тем более, в годовом зачете мы знаем, Сергей не очень впереди. О, двоить пас. Да, даже пас тут. Тут дабл пас. Интересно, найдет ли Сергей Оленин этот пас, если Сергей Петухов покажет куб. Вот это интересная развязка будет. Я думаю, найдет. Куб, я думаю, найдет здесь легче, чем пас. Пас немножко сложнее даже найти. Может быть, даже Сергей Оленин примет этот куб по 4. Да. Да. Как я и предсказывал. 5-3. Так. Внимание. Нет. 1-1. Это было не то, что он хотел. Так. Шестеркой хочет, но нет. Тоже неплохо. Так, ну, Сергею только... 4-3. Куш поможет уже. Боюсь, что уже ничего не поможет без куша. 3-2 они очень хорошие. Совсем не хорошие. Ну, терпимо. Там несколько бросков, которые не снимают всего-навсего. 6-1. Так, редабл не будет, даже если Сергей промахнется. И промахнулся. Уникально. Но все равно редабл не будет. Фантастическая партия. Пятерка есть, но единица есть. Единица, да. Предыдущая партия. Разница большая была. Здесь. Фактически. 8-0. Да, практически все отставание свое уже отыграл, по-моему, Сергей Петухов. Весь минус, который у него был, превратился в плюс. Ну, а Ленин благородно рисковал. Да, рисковал. Мне кажется, сложно было найти там пас. Особенно после очень долгих раздумий с Сергеем Петуховым сложно было бы найти пас. Ну, раз он же так долго подумал над даблом, скорее всего, тут есть тейк. Может быть, вот это тоже сыграло свой ролик, между прочим. Так, 2-2 хороший. А, 2-1. А, 2-1 тоже неплохо. Первый раз слышу, что про 2-1 говорили тоже неплохо. Ну, иногда... Если же не бьет, да. 2-1, да. Иногда 2-1. Нормально. А так обычно говорят, это простой, как дуяки, да, как 2-1. Такой, на сленге таком причерноморском. Простой, как дуяки, говорит. Качество игры немножко ухудшилось у Сергея Олейна, а вот у Сергея Петухова отличная качество. Да. И преимущество позиции уже. 3-3 очень хорошие, шикарные детки. Они позволили бросить желтым. Немножко выровнять ситуацию. Сложный ход. Я бы сыграл... Я бы не нашел 13-5. Я бы сыграл 23-18. И ушел бы на 6-ое поле. Сложный ход. Сложно найти правильное решение. Первую линию 13-5 сложно очень найти. Задумался Сергей. Вот мне что очень нравится в игре с Сергеем, то что он вовремя умеет задуматься. Это отличное качество, которое позволяет ему не делать много ошибок, которые делают другие игроки. Ну, 6-4. 6-4, да. 6-4. Без вариантов. А почему так? А почему так? А... Это правильно. А вот оттуда спустить на шестерку и закрыть? А, в смысле взять седьмое поле? Да, взять седьмое поле и тем самым такой Prime тут соорудить. Да, как вариант можно было, но, видите, даже и компьютер посчитал возможность Блица гораздо ценнее, чем возможность Prime. 5-3 пробивает. То есть лучше постараться подбить и выиграть с помощью куба, чем строить Prime и ждать долгу кубам. Так, это неправильный куб. Куб большая ошибка. Ну, уже, мне кажется, по счету. 8-0 проигрывать это не очень хорошо, поэтому Сергей Оленин играет более агрессивно в плане куба. Нужны четверки или единицы. Лучше четверки. Ну, ни того, ни другого. Ни того, ни другого. Это плохо. 2-1. 2-1. 2-1 тоже не очень хорошо. Это единственный, наверное, ход. Опять четверки. Опять нету. А вот тут вот 4-4. Неплохой, знаете. Не такой уже плохой. Потому что 2 опускается с 13-го. И с 14-го на 6-й заносит. То есть, в принципе, терпимо довольно-таки. Но четверки будут. Есть сразу 2. Будут. И даже 2. Это довольно меняющий всю диспозицию. Есть вариант пробить 6-2, кстати. И компьютер, кстати, не показывает его, потому что он очень плохой. Это 2. И еще 2. Вот именно вот этот вариант я и говорил. Компьютер говорит, что нет. Но инстинктивно вот и мне, и, видите, Сергею тоже кажется, что это может быть правильным решением. Почему? Потому что там голая фишка, которая прямо сейчас, она спрячется. И чтобы достать эту голую фишку, надо, чтобы зеленые не зарядились. То есть, не оживили свою фишку. И тогда у желтых будет еще один шанс кинуть тройку. И тогда будет 2 на баре. Вот, собственно, в этом и идея пробить А6-2. Но, видите, это не самое лучшее решение. Но я бы тоже очень долго сомневался. Я не знаю, я нашел. Я сомневаюсь по поводу того, что надо было освобождать 6-ю ячейку. Ну, да, это ошибка. Но вполне возможно, что я бы точно так же совершил. Вот из-за этого. Все делается именно вот из-за этого. 6-2 единственный, к сожалению, ход. Одиннадцатое поле. А, нет. 17-15-13-7 нам показывает. Наверное, это тоже имеет место быть. Но это не совсем хорошо. То есть, голую фишку убежать 17-го поля. Вниз опустить. И еще 13-7. Потому что, почему 13-7? Это очень красивый ход. Потому что шестерки-единицы, они нужны и на то, чтобы оживить фишку, и на то, чтобы пробить седьмое поле. То есть, шестерки-единицами одновременно зеленые заряжают, то есть ставят или оживляют свою фишку, и пробивают в седьмое поле. Поэтому 13-7 мы играем. А, вот так вот даже. Да, это то, что сразу приходит на ум. Прямо сразу. Но это не самый лучший ход. Самый лучший 13-7. Но я думаю, к сожалению, его очень сложно найти. Ну, вот к первому варианту. Да, там много дупликаций было этих ходов. Очень красивый ход был. 17-15-13-7. Но, к сожалению, не получилось. Да, четверку убирают. Просто зеленую. Пять-пять? Пять-четыре. А, пять-четыре. Уходим. Уходим, и зеленым нужно, как воздух, пятерка или... Пятерка. Ну, видишь, пятерка. Пятерка есть. Продвигаем ее обязательно. Да. Ну, я бы на четвертое поле, да, ставил. По-моему, правильно сыграл. Да? Нет. Почему-то неправильно. Да, ну, почему он не вышел, 24-го, мне не совсем понятно. Ну, может, боялся удара, но удар... Да, удар приходился, 5-2. Но это был не самый страшный удар, потому что шестерки были обратные. Вот, пожалуйста, он бы сейчас пробил. Если бы все так шло, конечно. Сейчас худшие редакции придется. 24-14 до конца. Да, правильно. Так, четверка, двойка, и желтый показывает и W еще один. Четверка есть. Четверка есть, да. Ну, что ж, не заряд зеленых и большая вероятность Redouble. Да, неудачно складывается для зеленых. Однозначно неудачно. Шестерку надо ставить. Да, может быть, и правильно. Шестерку надо ставить точно. А вот единственная... В принципе, да, Микаэл, вот если он сейчас выскакивает оттуда, у него преимущество в гонке. Да, но выскочить очень сложно. Это надо, чтобы 5-5, 5-2 кинул. Ну да, конечно, по 4 А тут не было дабла Интересно Рановато показал Сергей Но если честно Искушение поставить дабл было очень велико То есть в этой позиции На самом деле Я бы тоже, наверное, рискнул бы И поставил дабл по 4 Потому что уже очень хочется Очень сладко все выглядит Шестерка хорошая, двойка не очень 4 поля Для пробития Это одно из них Великолепное пробитие Вот тот самый вариант Какой 2-1 хороши Да, прекрасно, не просто хороши И закрывает седьмое поле Полный шестерпунктовый прайм Ну, к сожалению Надо признать, что Удача Удача отвернулась От Сергея Ленина Напрочь Первые два раза он выиграл Да, и сейчас Сейчас терпит серьезное поражение Тут даже Марс вполне возможен Если сейчас Ну да, желтый закрыли Да, можно читать газету Если не сразу будет Оживление своей фишки Или зарядка своей фишки Зеленых Зеленых То тут возможен Марс Благодаря трем фишкам На седьмом поле То есть эти три фишки Их тоже же надо как-то занести Прежде чем выкинуть То есть там работа 7,4% Марса Ну, немного на самом деле Но это возможно То есть возможно 5-1 немножко нескладно Но в принципе терпимо Нужны мелкие Мелкие Сергея 5-5 это не мелкие А это крупные Ну все Марсов не будет И в принципе Даже за гейм Можно побороться Правда без особых иллюзий Бороться-то можно Но выиграть Сложно Да, скорее всего Счет станет 12-0 В принципе Такое значимое преимущество Времени не так много Для того, чтобы изменить ход У нас останется Один или два гейма Да, мы сыграли Фактически Столько геймов Четыре, да? Наверное Это четвертый Скорее всего Так очень Как говорят Нордисты в одну калитку Развивались события Пока что Да, на удивление И времени-то Времени практически Не остается Времени не остается Да Там совсем Совсем уже на красном флажке Да У Сергея был Результат Минусовый Сейчас он Плюс Я не уверен Сколько было По-моему Минус 4 Или минус 7 У него было Ну мы сейчас попросим Нам подсказать Нам подсказать Наши коллеги Ну сейчас у него Точно плюс Потому что Минус 12 У него точно не было Сейчас у него плюс И я думаю Сейчас у Оленина Уколо нуля Он же был Тоже минус Наверное Небольшой Минус 3 Да, наверное Нет, у Оленина Были 2 побед Для победы Но с каким счетом Это важно С каким счетом Так, ну Мы посмотрим Всю таблицу После игры А сейчас 5-4 6-5 5-4 4-2 Хорошо Пока все Братские Довольно Нормальные 4 Берем 20-ое поле Так, ну Теперь уже Надо за зеленых Поболеть Потому что Потому что Зеленые по качеству Игры Недостойны Такого поражения Хотя Желтые Надо сказать Что Сергей Петухов Играет пока Очень и очень Прилично 6-7-4 Показатель Пиара Качества игры У Оленина И 4-34 У Сергея Ну вот Душаж Который Требует Продолжения Мне подсказывают Что у Петухова Было минус 4 Соответственно На моменте Мы имеем Плюс 8 У Сергея И Соответственно Минус 3 Имеем У Сергея Оленина Потому что У него было Плюс 9 Да, да У него был Третий результат Ребята поменялись В текущем моменте Ролями Ну Конечно Я прекрасно понимаю 33 недели Которые У нас Отведены На турнир И Значит 11 туров Проведены Будут проведены А это всего лишь Навсего У нас пока Третий тур То есть Конечно Тысячу раз Все поменяется Да, конечно Да Но Будут ли глобальные Изменения Вот мне пока Не представляется Что Какая-то такая Серьезная Революционная Программа Может быть Осуществлена Потому что Пока Все-таки Знаете Как говорят Дайте нам Войти в игру Дайте нам Почувствовать Матч И после этого Будете Критиковать И обсуждать Значит Наши достижения Сейчас Вот этот Как раз Третий тур На мой взгляд Он является Таким Ну если хотите Не переломным А после которого Можно уже Серьезно обсуждать Преимущества Некие перспективы Преимущества Да Возможно Возможно Вы правы Но Мне кажется Что все-таки Мы увидим Вот Несколько гемов Которые будут С очень большими Значениями По кубам Я всяко-ключно На это надеюсь Это будет очень зрелищно И красиво То есть я уверен Что мы увидим Кубы по 8 И кубы Даже по 16 Я Не думаю Загадывать больше Но кубы по 8 И по 16 Я думаю Будут И возможно Даже будут Морсы Ну это Совсем рискованное По 8 И по 16 К сожалению Игра По статистике Это должно Произойти К сожалению Игра Вот тут Кручевое слово Было К сожалению Да Это должно Произойти Да Я не знаю Насколько Это вот Все-таки Такая Спортивная Составляющая Мне кажется Что где-то Должно быть Ограничение Потому что Ну что Ну давайте По 32 Тогда О чем Разговор Безусловно Это игра Не только же Спортивная Здесь существует Фактор удачи Это от лукавого Микайл Вот вы простите меня А это игра Сама От лукавого Нет Мне кажется Что вот эти Вот безумное Количество Удвоений Это Это вот и есть Что-то Это есть Нехорошо Да Что-то Что-то Такое Я понял Не очень Чистоплотное Что-ли Ну поймите меня Правильно Я Вы знаете Все которые играли Без куба Всю свою жизнь Для них куб Немножко непонятен И непривычный Я вам честно скажу Вот я никогда В жизни Не говорил Дау Никогда Никому Это собственно Точка зрения Абсолютно Понятно Даже В длинной Нарде Мы видим Большое Не доминирование Скажем А большое количество Игроков Которые никогда Не играли с кубом Играли в классические Длинные нарды И когда им говоришь Вот научитесь Нардгамону Игре с кубом И Это полностью Изменит Ваше Понимание игры И так далее Они говорят Ой зачем Мы всю жизнь Играли без кубом Мы хотим играть Вот классику Здесь больше Спортивного Понимаете Да Вот мне так Представляется Это вот как Выяснять Чемпионство В серии пенальти Или По булитам А вот я с вами Категорически не согласен Куб имеет Огромное спортивное Значение Кстати сейчас он был Правильно показан И правильно принят Судя по всему Да И правильно принят Однозначно Вот И он имеет большое Очень значение Потому что Он Стратегически И тактически Меняет полностью Ход игры Он имеет Большое значение И он усложняет Игру Одно дело Играть фишками Только Другое дело Играть еще и кубом Ложен владеть И этим инструментом Для победы Тоже Не знаю Нет Вы меня не убедили Честно вам скажу Я понимаю Что я вас не убедил Вы меня не убедили Не потому что Но мы с вами поговорим После последней серии После последней игры 33 Может вы к этому моменту Измените свое мнение Нет Все равно не изменю Честно вам скажу Я понял Я не собираюсь В какую-то контрпозицию Становиться По отношению Ко всем игрокам По отношению к кубу По отношению к кубу Так 5-4 заряжают Но Стоит ли убегать А или это 5-4 у желтых У желтых У желтых хорошие 5-4 Единственное что Несколько ударов Придется им пожертвовать Это 5-1-2-1 5-4 То есть 6-36 Попадут в них обратно Но это вынужденный риск Остальные все ходы Хуже Да Сейчас конечно Хочется конечно За зеленых поболеть Чтобы не было разгрома 5 И тройка заносится Да 6-1 По большому счету Исход этого матча Предрешен уже Да Предрешен конечно Да я думаю По времени Да Сейчас это Это скорее всего Последний гейм Мы увидим Да И дело даже не во времени А в том вообще Может быть не до настроя С которым вышел На этот матч Оленин Хотя он наверное Не согласится с этим Даже я не соглашусь с этим Может быть настрой у него Был великолепный А вот Удача Ну мне кажется Что вот он В какой-то момент Ход неправильный В какой-то момент Для себя такой Вывод сделал Ну не прет сегодня Не прет Не прет сегодня Да Это правда И как-то вот Может быть внутренне С этим согласился Это правда Шествие я не уверен Что надо было Прямо сейчас Открывать Но надо 8 очков Есть 8 очков Нету 8 очков Гонка Ну гонка К сожалению Очень Плохая Для зеленых То есть она Без большого дупля К сожалению Зеленые проиграют ее Ну В принципе И вот То что я говорил Вот в этот раз Мой прогноз Скорее всего Должен сбытся Почему Потому что Я говорил Что качество игры Рано или поздно Даст плоды Вот это собственно Плоды Которые дают Великолепное качество Игры Сергея Петухова В предыдущих Двух Сессиях И в этой сессии Тоже В предыдущих Двух матчах Да Он не всегда Был вот такой Как сегодня Конечно Я понимаю Все зависит От соперников Да Но Ну там он играл Со мной Он просто не очень Ну а то Вот вы сейчас Не поняли Мой намек Да Так 3-3 Хороший Очень 3-3 Так Ну пожалуй Да Пожалуй Тут Чуда не будет Да нет Не будет Конечно Не звенит пока Звонок Это значит Что это может быть Не последний гейм И опять На выбросе Может прозвенеть Как и у предыдущей пары Там часик Совсем чуть-чуть осталось Интересно Успеет ли Еще один гейм Спешат зеленые Хочется хотя бы Еще один гейм Сыграть И успеть Не фиксировать Результат Оставание 14 очков Это слишком много Сдались Зеленые Да Это правильно С точки зрения Времени Надо успеть Сыграть Еще хотя бы Один гейм И постараться Хоть что-то Размочить Размочить Ага Уже все Не успели Начали партию Подождите Почему начали партию Они вообще-то не начали Свет погас Свет погас И все Партия Партия окончена На самом деле Первый бросок Когда первый бросок сделан Вот тогда вы начали партию А сейчас К сожалению Матч окончен И надо поздравить Сергея Петухова С первым Очень результативным По-моему Второй результат Такого 14 очков Я не помню Ну кроме моего У вас сколько было Прошу прощения 23 Я говорю Второй результат Второй результат Очень результативно сыграли Ну и Ну и конечно Очень везло Надо признать Что очень везло Одному 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 из двух Сергеев Очень везло Очень не везло Очень не везло Вообще Мы два Абсолютно разных По стилистике Поединка Увидели Да Очень интересно Совершенное Доминирование Во втором поединке Петухова И абсолютная Ну вот Ну простите меня За это слово За это слово Непруха Да Касающиеся Игры Сергея Оленина И Более чем Гроссмейстерское Поведение Константина Пучкова Который В игре Против Юрия Акопова Прекрасно Начавшего Матч И взявшего Два очка И как он Тонко Перестроился Как он Грамотно Свою Собственную Игру Переналадил И вот этот вот Как-то сказать Станок с числовым Управлением Да ЧПУ Или как он Назывался Заработал Совсем по-другому Абсолютно Вот так сегодня Распорядилась Судьба А Оленин Ничего не берет Потому что Судьба его Как бы сегодня Решила Решила Наказать Ну вот Сейчас У нас будет Возможность Пообщаться С триумфатором Сегодняшнего матча С Сергеем Петуховым Который 14 очков Вот такой вот Разрыв У него В игре Против Сергея Оленина Ну что Сергей Я вас Поздравляю С победой Да Потому что Я вам честно скажу Я сегодня увидел Совсем другого Петухова Да Правда Варданян сказал Что ну вы же понимаете Предыдущую игру Он проводил Против меня Поэтому Значит там Шансов было мало Ну не совсем так Конечно Шутки шутками Но Я все таки Настаиваю на том Что сегодня У Оленина Была абсолютная Абсолютная Невезуха Ну да Конечно Такой счет По-другому Никак не может быть Когда приблизительно Два равных Однако Это да 5 и 5 Удача у вас А да Ну конечно Вы Как часто играли Сергей Маленин Наверное сотни раз Много да На живых турнирах Мы оба часто Много лет играли Вот такой результат Такой результат Когда нибудь был Ну Как ранее уже говорили Мы на турнирах Играем матчи Ну да Поэтому такого там И не было А матчи бывают Конечно тоже под ноль Там Этого бывает Периодически В какой момент В какой момент Вы почувствовали Что вот сегодня Сегодня ваша игра Ну когда уже был Какой-то счет Там где-то 8-0 Когда уже отрыв Сергей А почему так медленно играли Вы знаете сколько Вы первую партию играли Ну долго Именно я имею ввиду Или мы оба Да вы оба играли Так медленно Ну такая партия была Долгая Сложный гейм Сразу Как бы сходу нам Легче конечно Когда начало матча Какой-то простой гейм Войти в игру А здесь сложный Долгий матч То есть Главное не долго Главное качество Да и результат Да я согласен Иногда наоборот хорошо Когда слишком Чтобы ошибок Не допускать Слишком быстро Во второй партии Там у вас В два камня Была разница В третьей партии В один камень Ну да Блин Ну интересный был матч А потом посмотрю Сейчас я даже Что-то помню Что-то не помню Потому что подряд Там много геймов Тяжелых Ну это да Это да Это я согласен Ну в любом случае Вы знаете Если сравнивать Вот вашу игру С игрой Первой Сегодняшнего дня Да Пучков Окопов Она у вас Более открытой Получилась Несмотря на то Что вы играли медленнее Более открытой Знаете в каком смысле В том плане Что вы Гораздо Ну Проще что ли Так чисто внешне Легче играли Потому что там Пучкову приходилось Во многом Менять свою Если хотите Психологическую Такую позицию На матч Потому что он проиграл Первую партию А у вас сразу пошло Ну конечно Вам было попроще Наверное Ну понятно Ну я посмотрю Со стороны Сравню Я не видел Как Юрий С Пучковым Играл С Константином Чуть-чуть Потом Посмотрю Со стороны Сравню Два матча Будет видно Могу сказать У вас Кто следующий Соперник А я не помню Даже Честно говоря Посмотрим Это еще будет Там когда-то Через три недели А ну да Вы же Вы все Вы же Третий тур Закрыли Тем более Это не принципиально Все равно Каждый с каждым Сыграет Да Поэтому там Это не влияет Ну я хочу Знаете А у вас Следующий соперник Леонид Рискин Ооо После двух Поражений Ну честно говоря Это мне Абсолютно Будет опасен Будет опасен После двух Поражений А ему же Еще сейчас Сыграть Скоро Поэтому неизвестно Если он там Выиграет Плюс 20 Будет не опасен То есть перед Нашим туром Еще ему сыграть Матч Ладно Вы мне скажите Вы Новый год Как встретили Хорошо Встретился С родственниками Все нормально Количество Оливье Не повлияло На качество Игры Нет Мы с Сергеем Олейным Таким Малопьющие Я про Оливье Спрашиваю Я понял Что ж такое Я их про одно Они мне про другое Оливье Тем более Не влияет Ладно Сергей Я поздравляю вас С победой Спасибо И вы Все таки Хороший такой задел Сегодня Оформили Да И давайте посмотрим На таблицу Которая у нас Сейчас есть Получилось немного Повторения Такого матча Варданяна С Курава Чем-то Так Вот смотрим Где у нас Где у нас Теперь получается Сергей Петухов На десятом То есть на третьем Месте С десятью очками Варданян Двадцать семь Пучков Шестнадцать Петухов Набрав сегодня Четырнадцать очков Вышел из нуля И из минуса Вышел из минуса И сразу переместился На третью позицию Сергей Петухов Сейчас мне ответил Я уже обращаюсь Дорогие друзья К Микайлу Варданяну Что я Говорит Вообще сейчас Ничего не понимаю Из того что Я говорю Мне придется Еще раз посмотреть Вот Да И после этого Только Качество игры Он будет Я могу сказать Что он будет смотреть Он будет смотреть Качество своей игры То есть насколько Хорошо или плохо Он сыграл Но я могу заранее Ему сказать Что он сыграл Очень хорошо И в принципе Результат достойный То есть он в плюсе Теперь я думаю Его удача выравнилась И он в плюсе Достойно Да Десять очков В плюсе Так что это такой Хороший Хороший результат Ну ладно Дорогие друзья Итоги Первого Игрового дня В новом году Мы Подводим Я бы сказал На такой Оптимистической ноте Потому что Не знаю Как Микаэлу У него Гораздо Более Наверное Широкая Такая Сеть Оценок Сегодняшнего Игрового дня А я просто скажу Что мне понравилось Мне тоже понравилось Конечно Но вы будете Еще анализировать Я не буду анализировать Буду конечно Это же самое интересное Посмотреть Кто где ошибся Посмотреть Кто как сыграл И кто где ошибся Это же самый интересный момент Всего противостояния Да Ну а на самом деле Друзья мои Если быть Реалистом То Я хочу сказать Что Вот я каждый раз Задаю этот вопрос Что Поменяется ли многое В нашей Турнирной таблице И прочее Прочее Да поменяется Конечно Конечно поменяется Потому что Жизнь меняется Еще полгода назад Мало кто бы Мало кто бы Мог предположить Что нарды Будут на телевидении Они есть Договорили Договоримся Всего доброго Вам дорогие друзья До будущих побед До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok